Книга третья, глава двенадцатая, эпиграф Я поклялся только на языке, Душа моя ни в чем не клялась. — Кто первый свел тебя с дьяволом? — Шерли, святой Патрик Ирландской. Я бежал до тех пор, пока окончательно не выбился из сил и не стал задыхаться. Я не заметил, как оказался в темном проходе, пока не наткнулся на какую-то дверь. От толчка она распахнулась, и я очутился в низкой темной комнате. Как только я поднялся, ибо я упал на руки и на колени, я осмотрелся кругом, и глазам моим предстало нечто столь необыкновенное, что я на какие-то минуты даже позабыл о своем страхе и вообще о себе. Комната была очень мала, и, глядя в образовавшуюся щель, я убедился, что не только распахнул дверь, но и откинул висевшую перед ней большую драпировку в широких складках, которой мне теперь можно было в случае надобности укрыться. Внутри никого не было, и я мог на свободе заняться изучением странной обстановки, которую там увидел. На покрытом сукном столе стоял какой-то необычной формы сосуд, и лежала книга, на страницах которой я не нашел ни одной знакомой мне буквы. Поэтому я решил, что это какая-то магия, и с чувством вполне понятного ужаса закрыл ее. Это был список древней еврейской Библии, размеченной самаритянскими точками. Рядом лежал нож, а к одной из ножек стола был привязан петух, громким кукареканьем, выражающий свое недовольство по поводу насилия, которое над ним учиняли. Я понял, что в сочетании всех этих предметов было нечто необычное. Все это выглядело как приготовление к жертве. Весь дрожа, я завернулся в складки драпировки, прикрывавшей дверь, которая распахнулась, когда я упал. Все эти предметы предстали передо мною, озаренные тусклым светом, свисавшей с потолка лампы. Свет ее позволил мне также увидеть то, что почти сразу же вслед за этим произошло. Человек средних лет, черты лица которого носили какой-то непривычный даже для испанца отпечаток с густыми черными бровями, выступающим носом и каким-то особым блеском в глазах, вошел в комнату, опустился на колени перед столом, поцеловал лежавшую на нем книгу и прочел из нее несколько фраз, которые, как мне показалось, должны были предварить некое ужасное жертвоприношение. Пощупав лезвие ножа, он снова преклонил колено и произнес какие-то слова, понять которые я не мог. Это были слова того же языка, на котором была написана книга. И громко позвал кого-то по имени Моносия бен Соломон. Никто не откликнулся. Он вздохнул, провел рукою по лбу с видом человека, который просит у себя прощения заминутную забывчивость и вслед за тем произнес имя Антонио. В комнату тут же вошел молодой человек. «Вы звали меня, отец?» спросил он. Произнеся эти слова, он окинул отсутствующим и блуждающим взглядом необычную обстановку комнаты. «Да, я звал тебя, сын мой. Почему же ты не откликнулся?» «Я не слышал, отец. Вернее, я не подумал, что вы имеете в виду меня. Я ведь услышал имя, которым раньше меня никогда не называли. Как только вы сказали Антонио, я повиновался и пришел». «Но ведь этим-то именем ты должен называться отныне. Под этим именем тебя будут знать люди. Во всяком случае, конечно, если ты не изберешь себе другого. Право выбора за тобой. Отец мой, я приму любое имя, которое вы для меня изберете». «Нет, выбор этот должен сделать ты сам. Ты должен принять на будущее либо то имя, которым назвал тебя я, либо назвать себя другим именем». «Каким же другим, отец?» «Отцы убийцы». Юноша содрогнулся в ужасе. Но не столько от самих этих слов, сколько от выражения, с каким они были произнесены. «Какое-то время он смотрел на отца со страхом и мольбой, а потом залился слезами». Тот воспользовался этой минутой. Он взял сына за руки. «Дитя мое», — сказал он. «Я дал тебе жизнь, и ты можешь отплатить мне за этот дар. Жизнь моя в твоей власти. Ты считаешь меня католиком. Да, я воспитал тебя в этой вере, чтобы сохранить жизни, твою и мою. Ведь в этой стране исповедание истинной веры неизбежно бы погубило нас обоих. Я принадлежу к той несчастной нации, которую всякой клеймит и порочит. И, однако, неблагодарная страна эта, что предает нас анафеме, в значительной степени зависит от трудолюбия, от талантов нашего народа. Я еврей, израильтянин, один из тех, о которых даже христианский апостол говорит, что им принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования. Их и отцы, и от них по плоти. Тут он замолчал, не желая договаривать до конца цитату, которая находилась в противоречии с его собственными чувствами. Оба мессии придут, — добавил он, — и тот, что будет страдать, и тот, что восторжествует. Я еврей. Когда ты родился, я нарек тебя именем Моносия бен Соломон. Я называл тебя этим именем. Я сразу почувствовал, что оно дорого моему сердцу, каждым звукам своим. Оно отдавалось в его сокровенных глубинах, и я отешил себя надеждой, что ты на него отзовешься. Это была моя мечта. Но неужели же ты, любимое мое дитя, не воплотишь эту мою мечту в жизнь? Неужели нет? Неужели нет? Бог твоих отцов ждет, чтобы принять тебя в свои объятия, а твой собственный отец сейчас у ног твоих и молит тебя следовать вере праотца нашего Авраама, пророка Моисея и всех святых пророков, что пребывают вместе с Богом и в эту минуту на тебя взирают? Душа твоя колеблется и не может выбрать между отвратительным идолопоклонством тех, кто не только поклоняется сыну плотника, но даже нечестиво принуждают тебя падать ниц перед изображением женщины его матери и поклоняться ей, кощунственно называя ее именем Матери Божией и чистым голосом тех, кто призывает тебя поклоняться Богу твоих отцов. Богу всех веков, извечному Богу неба и земли, у которого нет ни сына, ни матери, ни детяти, ни отпрыска, как в нечестии своем утверждает их кощунственная вера, ни даже поклонников, за исключением тех, кто, подобно мне, в уединении предается ему всем сердцем, рискуя тем, что сердце это будет пронзено рукой у родного сына. При этих словах молодой человек, пораженный всем, что видел и слышал, и совершенно неподготовленный к столь внезапному переходу от католичества к иудаизму, залился слезами. Отец его постарался не упустить этой минуты. — Дитя мое, — продолжал он, — тебе предстоит сейчас признать себя рабом этих идолопоклонников, которые прокляты законом Моисея и заповедью Господней, или присоединиться к правоверным, которые обретут покой свой в лоне Авраамовом и которые, вкушая этот покой, будут взирать оттуда на то, как неверные ползают по горячим углям преисподней и тщетно молят дать им хоть каплю воды, как о том повествуют легенды их же собственного пророка. Неужели такая картина не вызовет в тебе гордого желания отказать им в этой капле? — Я бы не мог отказать им в этой капле, — рыдая, — ответил юноша. — Я отдал бы им мои слезы. — Побереги их для могилы твоего отца, — сказал еврей, — ибо ты обрекаешь меня на смерть. Я жил, копил деньги, выжидал, подлаживался к этим проклятым идолопоклонникам, и все это ради тебя? — А теперь? — Теперь ты отвергаешь Бога, который один в силах спасти тебя и отца твоего, который молит сейчас на коленях, чтобы ты принял уготованное тебе спасение. — Нет, я не отвергаю его, — ответил смущенный юноша. Так что же тогда скажи? Я припадаю к твоим ногам, чтобы узнать твое решение. Погляди, священная утварь и все необходимое для твоего посвящения приготовлено. Вот первозданная книга Моисея пророка Господнего, как то признают сами эти идолопоклонники. Тут приготовлено все, что нужно для года покаяния. Так реши, совершишь ли ты эти обряды во имя истинного Бога или отца твоего схватят за горло. Ибо жизнь его отныне в твоей власти и поволокут в тюрьму инквизиции. Все в твоих силах. Дело за тобой. В изнеможении, весь дрожа от душевной боли, отец простер к сыну свои заломленные сомкнутые руки. Я воспользовался этой минутой. Отчаяние сделало меня безрассудным. Я не понял ни единого слова из того, что было сказано. Кроме того только, что речь идет об инквизиции, я ухватился за это слово. В отчаянии своем я возвал к сердцу отца и сына, выскочив из-за драпировки. Я бросился к старику, вскричав, если он не выдаст вас инквизиции, то выдам вас я. Вызывающий тон, которым были сказаны эти слова, в сочетании с униженным положением мой жалкий вид, бывшая на мне тюремная одежда и сама неожиданность моего вторжения к ним в дом в минуту их тайной и знаменательной встречи вселили в еврея ужас. Он задыхался от волнения и не в силах был вымолвить ни слова, пока, наконец, поднявшись с колен, которые подогнулись у меня от слабости, я не добавил «Да, я выдам вас инквизиции, если вы сейчас же не обещаете меня от нее спасти». Еврей взглянул на мое одеяние, сообразил, сколь страшная кара грозит ему и мне, и с необыкновенным присутствием духа, таким, какое может явиться у человека только в минуты крайнего душевного возбуждения, вызванного смертельной опасностью, сразу принялся уничтожать все следы искупительной жертвы, которую он готовил, и стал громко звать Ревекку, требуя, чтобы она сейчас же убрала все, что было расставлено на столе. Он стал тут же срывать с меня тюремную одежду, причем делал это с таким ожесточением, что от нее остались одни клочья, и я оказался совершенно голым. Велев Антонио выйти из комнаты, он поспешно переодел меня в какое-то платье, вытащенное из шкафа, где оно хранилось, может быть, несколько столетий. В последовавшей за этим сцене было что-то страшное, но вместе с тем и нелепое. На зов его явилась Ревекка, старуха-еврейка. Однако стоило ей увидеть в комнате постороннего человека, как она в ужасе убежала. В смятении своем хозяин тщетно пытался вернуть испуганную служанку, называя ее христианским именем Мария. Вынужденный отодвигать стол один, он опрокинул его и сломал ногу несчастному петуху, а тот не оставшись безучастным к охватившей людей тревоги пронзительно закукарекал. Тогда, схватив приготовленный для жертвы нож, он проникновенно повторил «Статем маг Татгаллум» тут же убивает петуха и избавил несчастную птицу от дальнейших страданий. Вслед за тем, испугавшись того, что столь открыто выдал принадлежность свою к иудейской религии, он уселся среди обломков сокрушенного им стола, осколков разбитой посуды и останков убитого петуха. Он возрился на меня нелепым, бессмысленным взглядом и совершенно обезумевшим от волнения голосом спросил меня, почему господам инквизиторам угодно было удостоить его столь великой чести посетить его скромное жилище. Я и сам был смущен не меньше его, и хоть мы с ним сумели как будто договориться, и обстоятельства заставили нас отнестись друг к другу с обоюдным доверием, необыкновенным и безрассудным, обоим нам в первые полчаса нужен был все же разумный посредник, который бы мог спокойно объяснить каждому из нас смысл наших возгласов, приступов боязни и порывов безудержной откровенности. Роль этого посредника взял на себя породнивший нас страх, и мы поняли тогда друг друга. Кончилось тем, что меньше чем через час я оказался одетым в удобное платье и сидел за щедро накрытым столом, ощущая на себе взгляды того, кому помимо воли пришлось принимать меня как гостя, и в свою очередь, следя за ним жадными волчьими глазами, которые устремлялись то на стол с яствами, то на него самого и будто говорили, что стоит мне только почуять малейшую опасность предательства с его стороны, и вместо всей этой еды я упьюсь его кровью. Однако никакой опасности мне не грозило. Хозяин мой испытывал больше страха передо мной, нежели я перед ним, и на то было немало причин. Он ведь был евреем по крови, он был мошенником, негодяем, который, питаясь грудью матери нашей при святой церкви, обращал молоко ее в яд и пытался влить этот яд в уста собственного сына. Я же был беглецом, искавшим спасение от инквизиции, узником, которым владело безотчетное и весьма простительное нежелание обременять иезуитов лишними хлопотами, заставлять их разжигать для меня костер, вместо того, чтобы найти огню гораздо лучшее употребление и заставить его превратить в пепел приверженца Моисеева закона. В самом деле, если быть беспристрастным, все доводы были в мою пользу, и еврей поступал так, как будто все это понимал, однако я приписывал его поведение исключительно страху перед судом инквизиции. Эту ночь я спал, не знаю уж как и где. Перед тем, как уснуть, если вообще говоря, это был сон, мне привиделось нечто странное, а потом все виденное мною одно за другим стало проходить перед моими глазами уже как суровая и страшная язь. Не раз потом случалось мне рыться в памяти, чтобы припомнить подробности первой ночи, проведенной под кровом этого еврея, но мне так и не удалось ничего извлечь из хаоса, кроме убеждения, что я был тогда не в своем уме. Возможно, это было и не так, я просто не знаю, как это было. Помню только, как он, светя мне, повел меня вниз по узкой лестнице, а я спросил его, не спускаемся ли мы с ним в тюрьму инквизиции. Помню, как он распахнул передо мной дверь, а я спросил его, не ведет ли она в камеру пыток. Помню, как он старался раздеть меня, а я воскликнул, не затягивайте так туго, я знаю, что должен вынести муки, только будьте милосердны, как он укладывал меня в постель, а я кричал, ах, так вы все-таки привязали меня к столбу, так вяжите крепче, чтобы я поскорее лишился чувств, только не подпускайте ко мне вашего врача, не давайте ему щупать мой пульс, пусть он поскорее перестанет биться, а я перестану страдать. Что было потом, во все последующие дни я не знаю, хоть и упорно старался все припомнить и время от времени возвращался к каким-то мыслям, которым лучше было бы навсегда забыться. О, сэр, в царстве воображения есть свои преступники, и если бы мы могли спрятать их в глухих подземельях его роскошного, но построенного на песке дворца, властелин его чувствовал бы себя счастливее. И в самом деле прошло немало дней, прежде чем еврей начал понимать, что он может быть слишком дорогою ценой купил свою безопасность, согласившись приютить у себя беспокойного и, пожалуй, даже повредившегося умом беглеца. Как только рассудок вновь вернулся ко мне, он сразу же воспользовался этим и осторожно спросил меня, что же я, собственно говоря, собираюсь сделать и куда направить свои стопы? Услыхав этот обращенный ко мне вопрос, я как бы воочию увидел всю безысходность и беспредельность расстилавшейся передо мною пустыни. Инквизиция словно вырубила и выжгла во мне, уничтожила огнем и мечом все связи с жизнью. Во всей Испании не было кулачка земли, на которой я мог бы ступить с твердой ногой, не было надежды заработать на кусок хлеба, встретить пожатие дружественной руки, услышать приветливый голос, не было крова, где я мог бы укрыться. Должен вам сказать, сэр, что сила Инквизиции такова, что она подобно смерти одним прикосновением своим отрывает нас от всего земного. Стоит ей схватить вас за руку, как все люди вокруг разжимают свои и перестают удерживать вас. Вы видите, что у вас уже нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни сына. Самый преданный и любящий из всех ваших близких тот, кто в обычное время подостлал бы руки свои и вам под ноги, чтобы вам мягче было ступать по каменистой стезе, которую уготовила вам жизнь, первым начнет разжигать костер, чтобы превратить вас в горсточку пепла, если только Инквизиция потребует от него этой жертвы. Я все это знал и к тому же понимал, что даже если бы я никогда не сделался узником Инквизиции, я был совершенно одинок на свете, был сыном, которого отвергли отец и мать, был невольным убийцей своего брата, единственного существа, которое любило меня и которое мог любить я сам и на которое мог положиться существа, словно молния, сверкнувшего в моей короткой человеческой жизни для того, чтобы озарить ее светом и погрузить в темноту. Эта вспыхнувшая вдруг молния погасла вместе с гибелью жертвы. Жить в Испании неузнанным и не обнаруженным никем я мог бы только, если бы подверг себя добровольному заточению, столь же полному и безнадежному, как то, которое я испытал в тюрьме Инквизиции. Если бы случилось чудо, и я оказался вдруг за пределами Испании, то как бы я мог просуществовать хоть один день в какой-нибудь другой стране, где я не знал ни языка, ни обычаев и не мог бы даже заработать на пропитание? Мне представилось, как я буду голодать. К ощущению полной отчаянной беспомощности присоединилось еще ожидание медленной смерти и сделалось самой острой стрелой в целом колчани тех, что впивались мне в сердце. Я стал все меньше значить в собственных глазах. Я ведь уже больше не был жертвой преследования, от которого столько выстрадал. Пока месть, люди еще думают, что им есть смысл нас мучить, у нас остается какое-то ощущение собственного достоинства, пусть даже тягостное для нас, пусть иллюзорное. Даже находясь в тюрьме инквизиции, я кому-то принадлежал. За мной следили, меня охраняли. Ныне же я был изгоем в целом мире. Я горько плакал. Я был подавлен ощущением огромности, расстилавшейся передо мной пустыни и невозможности ее перейти. евреи, которого чувства эти нисколько не смущали, каждый день уходил, чтобы что-то разведать. И однажды вечером вернулся такой радостный, что у меня не оставалось сомнений насчет того, что ему удалось обеспечить, если не мое спасение, то уж во всяком случае свое собственное. Он сообщил мне, что в Мадриде все уверены, что я погиб во время пожара и погребен под горящими развалинами. Он добавил, что об этом стали говорить еще больше и увереннее после того, как были обнаружены останки тех, кого раздавило упавшей аркой все тела были так расплющены придавившими их камнями и обезображены огнем, что опознать их было уже совершенно невозможно. Но как-никак останки эти были собраны, и все считали, что среди прочих находятся и мои. По всем погибшим отслужили заупокойную мессу, и прах их, который уместился в одном единственном гробу, был похоронен в склепе доминиканской церкви, причем на погребении представители самых знатных семейств в Испании, облачившись в траур и скрыв под покрывалами свои лица, молча выражали свою скорбь по тем, кого, будь эти люди живы, они ни за что на свете не признали бы своими близкими и содрогнулись бы от одной этой мысли. Разумеется, горстка пепла не могла теперь возбудить в сердцах никакой вражды, даже религиозной. Он добавил, что моя мать была в числе присутствующих при погребении, но лицо ее было скрыто такой густой и плотной вуалью, что узнать герцогиню Думансада было бы невозможно, и только люди вокруг шепотом передавали друг другу, что присутствие на похоронах ей было предписано как покаяние. Он добавил к моему вязчему удовлетворению, что святая палата не без радости приняла известие о том, что я погиб во время пожара. Им хотелось, чтобы все примирились с мыслью, что меня нет в живых. А уж если инквизиция чему-то поверила, то чаще всего этому верит и весь Мадрид. Это подтверждение свидетельства о моей смерти было самой надежной гарантией моей безопасности. изливая мне свою радость, которая сделала его, если не более гостеприимным, то во всяком случае более сердечным, еврей сообщил мне, что время, как я закусывал хлебом и водой, желудок мой все еще отказывался принимать мясо и рыбу, что вечером по городу пройдет процессе. Такая пышная и торжественная, какой еще не видывал Мадрид, святая инквизиция появится во всем своем блеске и параде, неся изображение святого Доминика и распятия, и все монашеские ордена Мадрида должны будут присутствовать при этом и нести своих оругвий под надежной военной охраной, что по той или иной причине было сочтено необходимым или подобающим. Процессия эта, к которой примкнут все жители Мадрида, проследует главной церкви города, дабы выказать смирение по поводу недавнего бедствия и молить святых в случае, если еще раз вспыхнет пожар, оказать людям более действенную помощь. Наступил вечер, еврей ушел. И вот тогда, поддавшись какому-то безотчетному и неодолимому чувству, я забрался на верхний этаж дома и с бьющимся сердцем стал ждать, когда раздастся звон колоколов, который должен был возвестить начало торжественного шествия. Долго ждать мне не пришлось. Как только стемнело, все колокольни в городе задрожали от звуков множества искусно подобранных колоколов. Я находился в верхней комнате дома. Там было только одно окно, однако, прячась времени я раздвигал, я мог ясно видеть оттуда все происходившее на улице. Дом моего еврея выходил на площадь, по которой должно было следовать шествие и которая была до того забита народом, что я даже не представлял себе, как процессия сможет прорваться сквозь всю эту непроницаемую гущу людей. Наконец я все же ощутил движение, как будто некая сила где-то вдалеке подтолкнула огромную толпу, и та теперь катилась и чернела внизу, словно океан при первом и далеком еще порыве бури. Толпа раскачивалась из стороны в сторону, но, казалось, нисколько не раступалась. Но вот процессия двинулась. Мне было видно, как она приближается, ибо путь ее обозначался распятиями, хоругвями и свечами, ее ведь отложили до наступления полной темноты, для того, чтобы при свете факелов она выглядела эффектнее. И я увидел, как толпа вдруг широко раступилась, и тогда процессия хлынула вперед, подобно полноводной реке между двумя берегами, которые образовывали человеческие тела. Берега эти все время находились друг от друга на одном расстоянии, как будто они оделись в камень, а все кресты, хоругви и свечи казались гребнями пены на высоких волнах, которые то вздымались, то опускались снова. Наконец они надвинулись мощным прибоем, и процессия во всем своем блеске предстала моим глазам. Никогда я не видел такого величия, такого великолепия, сверкающей одежды священников, свет факелов, который пробивался сквозь сумерки, и, казалось, говорил, обращаясь к небесам, «Ваше солнце зашло, но у нас есть свое». Торжественный и решительный вид участников шествия, которые вели себя так, как будто ступали по телам королей, и, казалось, вопрошали, «Значит ли что-нибудь скипетр перед крестом?» И само это колыхавшееся в воздухе черное распятие и хоругвь святого Доминика с устрашающей надписью на ней — это было зрелище, которое не могло оставить равнодушным ни одно сердце, и я радовался тому, что я католик. Вдруг в толпе поднялось смятение. Я не мог понять, откуда оно. У всех, казалось, был такой довольный, такой ликующий вид. Я отдернул занавеску и при свете факелов увидел среди толпы священников, которые окружали изображение святого Доминика фигуру моего спутника. История его всем была хорошо известна. Послышалось какое-то сдавленное шипение, которое перешло потом в дикый приглушенный рев. Доносившиеся из толпы отдельные голоса громко повторяли «Что это такое?» И они еще спрашивают, почему тюрьма инквизиции сгорела, почему Пресвятая Дева оставила нас, почему святые отвернули от нас свои лики. Не видят они, что ли, вместе со служителями инквизиции, шагает отца убийца? Как могли позволить нести хорусь тому, кто перерезал горло собственному отцу? Вначале слова эти раздавались только из уст отдельных людей, однако шепот этот быстро распространился в толпе, сверкали лютые взгляды, поднимались сжатые кулаки, иные же наклонялись, чтобы подобрать горсть земли или камень. Процессия, однако, подвигалась вперед, и толпа становилась на колени перед высоко поднятыми распятиями, которые несли священники, но ропот становился все громче. Слова отца убийца, святотатство, жертва слышались со всех сторон, и даже из уст тех, кто становился на колени прямо среди грязи, завидев приближающееся распятие. Гул толпы нарастал, теперь его уже больше нельзя было принять за произносимые шепотом молитвы. Вдруг идущие впереди священники остановились, им трудно было скрыть свой страх, и все это словно явилось сигналом к разыгравшейся вслед за тем ужасной сцене. Один из офицеров стражи решил сообщить главному инквизитору о грозящей опасности, но в ответ услыхал суровые отрывистые слова «Поезжайте вперед! Служителям Христа нечего бояться!» Процессия пыталась продвинуться вперед, но дорогу ей преградила толпа, как видно замыслившая что-то недоброе. Навстречу ей полетели камни, но стоило священникам поднять распятие, как все снова упали на колени, не выпуская, однако, из рук камней. Офицеры стражи снова обратились к главному инквизитору, прося его разрешить им разогнать толпу. В ответ услышали все те же сухие суровые слова «Распятие Христово достаточно, чтобы защитить его слуг». «Что из того, что вас одолевают страхи, я ничего не боюсь?» Взбешенный этим ответом, молодой офицер снова вскочил на коня, с которого он сошел из уважения перед главой инквизиции, но не прошло и минуты, как был с него сброшен. Камнем ему проломили череп. Он успел только обратить на инквизитора свои залитые кровью глаза и тут же испустил дух. Толпа громко завопила, издевинула сплотнее. Намерения ее были теперь более чем ясны. Разъяренные люди стали с разных сторон теснить ту часть процессии, где должна была находиться намеченная ими жертва. Офицеры снова стали настойчиво просить, чтобы им позволили разогнать толпу или хотя бы защитить ненавистного ей человека и дать ему возможность укрыться в одной из ближайших церквей или в стенах самой инквизиции, да и сам несчастный, громкими криками своими, ибо видел, что преследователи окружают его все более тесным кольцом, стал молить о том же. Главный инквизитор побледнел, однако и на этот раз не захотел поступить со своим гордым решением. «Вот мое оружие!» вскричал он, указывая на распятие, «а на нем начертан осим победиши, да не шевельнется ни одна шпага, ни один мушкет, именем божьим вперед!» И они попытались продвинуться дальше, однако теперь это уже было невозможно. Вырвавшись из подчинения стражей, толпа бушевала, распятия замелькали и закачались как боевые знамена, духовные лица в смятении и страхе стали теснее прижиматься друг к другу, в этой надвигавшейся людской лавине выделялось одно явно выраженное и отличное от всего начала то, что влекло какую-то часть этой толпы прямо к месту, где ее жертва, хоть и окруженная и укрытая всем, что есть самого страшного на земле и самого грозного на небе, защищенная силою креста и меча стояла содрогая содрожей. Главный инквизитор слишком поздно обнаружил свою ошибку. Теперь он громко требовал, чтобы стража выступила вперед и любыми средствами разогнала толпу. Стражники пытались исполнить его приказания, но к этому времени сами они уже смешались с народом, от порядка не осталось и следа, к тому же и среди самой стражи появилось какое-то противодействие тому, чего от нее хотели. Они все же попытались сделать несколько выстрелов из мушкетов, но толпа так обступила их со всех сторон и так плотно облепила лошадей, что всадники не смогли даже встать в строй, а обрушившийся на них град камней сразу же поверг их в полное смятение. Опасность с каждой минутой возрастала, теперь вся толпа оказалась была охвачена одним общим порывом, то, что прежде было сдавленным ропотом отдельных людей, превратилось теперь в один общий рев, выдайте его нам, он должен быть нашим. Толпа вздымалась и ревела, как тысячи волн, что низвергаются на тонущее судно. Когда военные вынуждены были отойти, десятки священников сразу же обступили несчастного и в порыве отчаянного великодушия приняли на себя все неистовство толпы. Главный инквизитор поспешил сам подойти к этому страшному месту и стоял теперь во главе священников. В руках он держал поднятый крест, он был бледен, как смерть, но в глазах его горел все тот же огонь, а в голосе звучала все та же неуемная гордыня, однако усилия его оказались напрасными. Толпа продолжала свое дело спокойно и даже можно сказать уважительно, когда ей не оказывали сопротивления, она устраняла со своего пути все, что ей могло помешать. При этом она проявляла даже известную осторожность в отношении священников, которых ей приходилось расталкивать и то и дело просила извинения за насилие, которое приходилось сученять над ними, и эта спокойная решимость осуществить задуманную месть была самым зловещим признаком того, что жители Мадрида ни при каких обстоятельствах не отступят от своего решения. Последнее кольцо разомкнулось, последнее сопротивление было сломлено, рыча, как тысячи тигров, они схватили свою жертву и поволокли ее за собой. В обеих руках у несчастного оставались клочья одежды тех людей, за которых он цеплялся в последнюю минуту, тщетно пытаясь удержаться. Теперь же в бессилии и отчаянии своем он так и не выпустил их из рук. Крик на минуту затих, преследователи подняли, что жертве теперь не уйти из их лап, и только глядели на нее всепожирающими глазами. Потом крики эти возобновились, и кровавое дело началось. Они кинули его озимь, снова вздернули кверху, подбросили в воздух, швыряя из рук в руки так разъяренный бык бодает и, подняв на рога, кидает то туда, то сюда воющего от боли пса. Весь окровавленный, обезображенный, вымазанный землей и избитый камнями, он продолжал свою борьбу с ними, оглашая воздух дикими воплями, пока последний неистовый крик не возвестил о том, что близится окончание сцены страшной для людей и позорной для цивилизации. Военные, получив мощное подкрепление, мчались сголопом, а священники в разорванных рясах со сломанными крестами спешили за ними следом. Все старались оказать помощь человеку в беде, все горели желанием предупредить это подлое и позорное преступление, унижающее и христианство, и все человечество. Увы, вмешательство это только ускорило страшную развязку. У толпы оставалось теперь совсем мало времени, чтобы завершить свой кровавый замысел. Я видел, всем существом своим ощущал последние мгновения этой страшной расправы, но описать их я не в силах. Вытащив из грязи и камней изрубленный кусок человеческого мяса, его кинули к дверям того самого дома, где я скрывался. Язык его свисал из разодранного рта, как у затравленного быка. Один глаз был вытащен из глазницы и болтался на окровавленной щеке. Ноги и руки его были переломаны, все тело изранено, а он все еще вопил «Пощадите меня, пощадите, пока камень, брошенный чьей-то милосердной рукой, его не добил». Как только он упал, тысячи ног принялись топтать его, и за мгновение превратили в кровавую и грязную жижу. К этому времени прискакала конница и началась яростная стрельба. Насытившаяся жестокостью и кровью толпа в мрачном безмолви расступилась, но от человека не осталось ни одной косточки, ни единого волоска, ни клочка кожи. Если бы Испания решила собрать все свои реликвии от Мадрида до Монсеррата, от Пиренеев до Гибралтара, она бы не нашла ни одного кусочка ногтя, чтобы потом объявить его святыми мощами. — А где же убитый? — спросил прибывший во главе конницы офицер, после того, как копыта его коня ступили по расползшейся кровавой жиже. — Под копытами вашего коня, — услыхал он в ответ, после чего вся конница ускакала. — Заверяю вас, сэр, что при виде этой ужасной казни я ощутил на себе действия того, что обычно именуется колдовскими чарами. Я вздрогнул при первом же порыве волнения в ту минуту, когда по толпе пронесся глухой и упорный шепот. Я невольно вскрикнул, когда действия ее сделались решительными. Когда же обезображенное тело швырнули к дверям нашего дома, я, повинуясь какому-то дикому инстинкту, стал вторить неистовым криком толпы. Я привскочил, на мгновение сжал кулаки, а потом принялся кричать сам, будто эхом отзываясь на крики «Обрубка», в котором, по-видимому, уже не осталось других признаков жизни, кроме одного этого крика. И вот я принялся так же громко, душераздирающе кричать вместе с ним, моля сохранить ему жизнь, взывая о милосердии. И в эту минуту, когда я, забыв обо всем на свете, только кричал, чье-то лицо повернулось в мою сторону. То был мгновенный, устремленный на меня и тут же отведенный в сторону взгляд. Блеск этих столь знакомых мне глаз не произвел тогда на меня никакого действия. Жизнь моя в те минуты была настолько бездумна, что ни в малейшей степени, не сознавая, какой опасности я себя подвергаю, а ведь если бы меня обнаружили, мне грозила едва ли не такая же кара, как та, что постигла эту несчастную жертву, я продолжал без устали кричать и вопить. Я вероятно отдал бы все на свете, чтобы только отойти от окна и однако чувствовал, что каждый мой крик точно гвоздем меня к нему прибивал. Когда я старался опустить веки, у меня было такое чувство, будто чья-то рука все время поднимает их вновь или будто она начисто вырезала их и теперь заставляет меня против воли глядеть на все, что происходит внизу, подобно тому, как регула, вырезав ему веки, заставляли глядеть на солнце, которое выжигало ему глаза до тех пор, пока перестав вообще что-либо видеть, чувствовать, понимать, я не упал, все еще продолжая держаться за оконную задвижку и в охватившем меня страшном иступлении, все еще вторя криком толпы и реву ее жертвы, я и на самом деле на какое-то мгновение ощутил, что истязают не его, меня ужасы, которые мы видим на сцене, обладают неодолимой силой превращать зрителей в жертвы. Еврей провел эти часы где-то вдалеке от всех тревог. Он, может быть, говорил себе слова нашего удивительного поэта о пратец Авраам. Что за люди эти христиане? Но, вернувшись уже поздно ночью, он к ужасу своему увидел, до какого страшного состояния я дошел. Я был в бреду, сам не свой. И что он только не говорил и не делал, чтобы меня успокоить, все было напрасно. Все виденное произвело на меня неизгладимое впечатление, и, как мне потом говорили, мой несчастный хозяин имел вид столь же мрачный и нелепый. С перепугу он позабыл все те условно принятые христианские имена, которыми он назвал своих домочадцев, во всяком случае, с той поры, как перебрался с семьей в Мадрид. Громким голосом призывал он сына своего, монассию бен Соломона и служанку свою Ревекку, чтобы те помогли удержать меня. О, пратец Авраам, восклицал он, все пропало, этот безумный всех нас выдаст, и монассия бен Соломон, мой сын, умрет необрезанным. Слова эти подействовали на мое расстроенное воображение. Я вскочил и, схватив еврея за горло, объявил, что предаю его суду инквизиции. Несчастный в испуге упал на колени и завопил петух, мой петух, петух, ой, я пропал, нет, я не еврей, вскричал он, преподая к моим ногам, мой сын, монассия бен Соломон христианин, вы не выдадите его, не выдадите меня, я ведь спас вам жизнь, монассия, хочу сказать Антонио, Ревека, то бишь Мария, помогите мне его удержать, о бог Авраама, что с моим петухом, с моей искупительной жертвой, подумать только, что этот безумный ворвался к нам в тайны тайных, отдернул завесу от святилища, завесьте его, сказала Ревека, старая служанка, о которой уже шла речь, говорю вам, закройте святилище и задерните занавеску, не слышите вы, что ли, как в дверь к нам стучат, стучат сыны Велиала, колотят палками и камнями, еще минуты и они ворвутся к нам, топорами и молотами они сломают нашу дверь, уничтожат всю резьбу, врешь, вскричал еврей вне себя от волнения, нет там никакой резьбы, и не посмеют они ее портить молотами и топорами, может, это дети Велиала напились пьяными и шатаются по улицам, прошу тебя, Ревека, по караулю двери, и не пускай к ней сынов Велиала, даже сынов власть имущих грешного города, города Мадрида, пока я не уберу отсюда этого мерзкого нечестивца, который еще борется со мной, да, борется изо всех сил, а я действительно с ним боролся изо всех сил, но пока шла наша борьба, стук в дверь становился все громче и ожесточенней, и уже когда меня уносили, еврей все еще повторял, покажи им свое лицо, Ревека, пусть они увидят, что лицо у тебя как кремень, он стал уже уходить, когда Ревека воскликнула, поглядите, я выставила им спину, лицо мое тут не поможет, я покажу им спину и этим их одолею, прошу тебя, Ревека, настаивал старик, высунь лицо свое и этим ты их победишь, не поворачивайся к ним задом, а покажи им лицо и увидишь, если это мужчины, они убегут, пусть их будет даже тысяча, испугаются и убегут, молю тебя, покажи им еще раз твое лицо, Ревека, пока я не спроважу этого козла в пустыню, уверен, что вид лица твоего прогнал бы тех, кто стучал ночью в дом в Гиве и кто погубил жену одного из миниамитян, стук меж тем становился все громче, поглядите, они мне всю спину побили, вскричала Ревека, оставив свой пост и отбежав от двери истинно говорю вам оружие сильных сокрушает все перемычки и косяки руки у меня ведь не стальные ребра не железные поглядите у меня больше никаких сил нет никаких сил я валю с ног и попаду теперь в руки необрезанных едва она успела проговорить это как дверь подолаз и она действительно повалилась навзничь попав однако при этом отнюдь не в руки необрезанных а в руки двух своих соотечественников у которых как видно были чрезвычайные причины для того чтобы явиться в такой поздний час и применить силу чтобы попасть в дом увидев кто пришел еврей оставил меня одного и тщательно запер дверь почти всю ночь проговорил он с обоими посетителями и должно быть о вещах очень важных не знаю уж о чем шла речь но наутро по лицу моего хозяина можно было понять что он в большой тревоге он встал рано исчез на целый день и вернувшись поздно вечером тут же пришел ко мне в комнату и очень обрадовался увидев что я совершенно успокоился и сижу тихо на стол поставили подсвечники со свечами ревеку отправили спать и мой еврей после того как он несколько раз тяжелыми шагами прошел взад и вперед по тесной комнате все время откашливаясь наконец уселся и набрался смелости поделиться со мной обстоятельством повергшим его в смятение причем какая-то особая чуткость свойственная людям в горе роковым образом подсказала мне что я в известной степени к этому причастен он сообщил мне что известие о моей смерти которому так безоговорочно поверил весь Мадрид в начале его успокоило теперь же по городу распространился новый слух который как он не лжив и не невероятен может рано или поздно привести к самым страшным для нас последствиям он спросил меня возможно ли что я оказался настолько неблагоразумен что в этот ужасный вечер появился в окне перед глазами всего собравшегося народа когда же я признался что стоял у окна и невольно вскрикивал что я боюсь что действительно кто-то мог услыхать мои крики он в ужасе стал ломать руки а на бледном лице его выступили капли холодного пота придя в себя он рассказал что все в городе говорят будто в этот страшный вечер являлся мой призрак будто люди видели как я парил в воздухе взирая на предсмертные муки несчастной жертвы и что они слышали как голос мой призывал умирающего на страшный суд он добавил что история эта которая людям суеверным кажется вполне вероятной передается теперь из уст в уста и что хоть рассказ этот до крайности нелеп он неминуемо будет воспринят как повод для того чтобы святая инквизиция вновь и вновь проявляла неустанную бдительность и неослабное рвение в результате которых меня в конце концов могут обнаружить поэтому он собирается открыть мне некую тайну зная которую я смогу оказаться в полной безопасности даже здесь в самом центре Мадрида до тех пор пока можно будет отыскать тот или иной способ бежать отсюда и поселиться в какой-нибудь протестантской стране где инквизиция уже не сможет меня настичь едва только он собрался открыть мне эту тайну от которой зависела безопасность нас обоих тайну которую я приготовился выслушать цепеняя от страха как послышался новый стук в дверь совсем не похожий на тот который мы слышали накануне постучали один раз и то был решительный и властный стук вслед за которым именем святейшей инквизиции потребовали чтобы им немедленно открыли услыхав эти страшные слова несчастный еврей упал на колени задул свечи воззвал к помощи всех двенадцати патриархов и надел себе на руки большие четки причем проделал все это с быстротой казалось немыслимой для человеческого существа которому пришлось выполнять столь многочисленные разнообразные движения постучали еще раз я стоял в полном оцепенении еврей однако вскочил мгновенно приподнял одну из досок пола и каким-то судорожным и безотчетным движением сделал мне знак сойти вниз я повиновался и в ту же минуту оказался в полной темноте и в безопасности спустился я всего на несколько ступенек на последний я остановился продолжая трястись от страха а в это время служители инквизиции вошли в дом и шаги их заскрепели по доскам пола под которым я был спрятан я мог ясно расслышать каждое их слово дон фернан сказал один из инквизиторов обращаясь к моему хозяину который почтительно открыл дверь и теперь шел следом за ними почему вы не впустили нас сразу святой отец отвечал еврей весь дрожа единственная служанка моя Мария стара и глуха мой юный сын лег уже спать а сам я творил молитвы ты как видно умудрялся молиться в темноте сказал другой указывая на потушенные свечи которые еврею теперь пришлось зажигать снова достопочтимые отцы когда око господне взирает на меня мне никогда не бывает темно око господне взирает на тебя сейчас сурово сказал судья усаживаясь в кресло равно как и другое то которому господь наш поручил неусыпно бдеть и беспрепятственно проникать всюду око пресвятой инквизиции дон фернандо нуньес таково было имя которое принял еврей ты должен знать сколь снисходительна церковь к тем кто отказался от заблуждений проклятой еретической нации в которой ты принадлежишь но вместе с тем должен также знать сколь неусыпна та бдительность которую она проявляет в отношении подобных тебе они всегда бывают ей подозрительны и наводят на мысль что обращение их в католичество неискренне и они легко могут вернуться к своей прежней вере мы знаем что в поганых жилах твоих предков текла черная кровь гранады и что еще каких-нибудь четыре столетия назад они попирали ногами тот крест перед которым теперь простираются ниц ты старый человек дом фернан но не старый христианин и учитывая это святой палате надлежит самым тщательным образом следить за твоим поведением несчастный еврей призывая всех святых заверял что за все то строгое наблюдение которым святая инквизиция оказывает ему честь он считает себя обязанным ей и испытывает к ней благодарность и начал при этом отрекаться от веры своих отцов столь неистого ирьяна что поверг меня в дрожь я стал уже сомневаться что он может быть искренен не только в какой бы то ни было религии но и в своем отношении ко мне служители инквизиции равнодушно выслушав все его заверения сообщили ему цель своего прихода они заявили что странный невероятный рассказ о том что призрак умершего узника инквизиции будто бы парил в воздухе близ его дома навел умудренную опытом святую палату на мысль что человек этот жив и скрывается может быть в его стенах я не видел как задрожал при этом еврей однако я почувствовал как заходили половицы на которых он стоял и как движение их передалось ступенькам лестницы которая мне служила опорой сдавленным прерывающимся голосом еврей стал умолять чтобы инквизиторы обыскали все закоулки дома и чтобы они сравняли весь этот дом с землей а самого его погребли под обломками если им удастся обнаружить хоть что-нибудь такое что не подобает держать у себя правоверному и благочестивому христианину можете не сомневаться мы все это проделаем сказал инквизитор с величайшим санфруа хладнокровием ловя его на слове а до тех пор дон фернан позвольте мне сообщить вам какой опасности вы себя подвергаете если когда-нибудь пусть даже очень нескоро будет обнаружено что вы приютили у себя узника инквизиции и врага нашей пресвятой церкви или даже просто помогли ему где-то укрыться первое что тогда сделают это будет еще только началом дом ваш сравняют с землей тут инквизитор повысил голос и для того чтобы придать своей речи больше выразительности стал нарочито останавливаться после каждой произнесенной фразы словно стараясь соразмерить вес ее со все возраставшим ужасом того к кому она была обращена вас заключат в нашу тюрьму как еврея подозреваемого в том что он снова вернулся к своей вере сына вашего заточат в монастырь дабы уберечь его от вашего вредоносного влияния а все ваше имущество конфискуют до последнего камня в стене до вашей последней исподней одежды до последнего гроша в кошельке несчастный еврей выражал свой все возраставший страх с тонами которые становились все громче и протяжнее после каждого грозного предупреждения при упоминании о конфискации имущества такой безоговорочный и опустошительный потерял последнее самообладание и вскричав о пратец Авраам и все святые пророки упал как я мог заключить подонесшемуся до меня звуку и должно быть лежал теперь простертый на полу я считал что мне уже нет спасения ведь если даже оставить в стороне его трусость то всего сказанного им было достаточно чтобы выдать себя инквизитором и не раздумывая ни минуты над тем что окажется для меня опаснее попасться в их руки или углубиться в кромешную тьму подземелья в котором я очутился я поспешил спуститься вниз по лестнице на которой стоял и когда убедился что она кончилась стал ощупью пробираться по темному проходу глава тринадцатая эпиграф там в склепе обретался дух во всем принявший облик человека Саути я убежден что будь подземный ход этот самым длинным изо всех по которым устремлялись археологи искавшие в глубинах пирамид гробницу хеопса ослепленный отчаянием я все равно бы стал упорно ползти по нему до тех пор пока голод и изнеможение не вынудили бы меня остановиться однако на пути моем не встретилось подобных препятствий пол на всем его протяжении был гладким а стены покрыты обивкой и хоть мне приходилось ползти в темноте я все же был в безопасности достаточно сказать что я все дальше уходил от преследователей инквизиции от возможности быть обнаруженным поэтому я даже особенно не раздумывал о том куда меня может привести этот путь я пробирался вперед движимый тем величием отчаяния при котором мужество неотделимо от малодушия и вдруг заметил вдалеке едва мерцавший свет и как не слабо мерцал он я отчетливо его видел я уже не сомневался в том что это действительно свет великой боже сколько перемен внесло в мой погруженный во тьму мир это внезапно блеснувшее солнце как согрелась в жилах моя кровь с какой новой силой забилось вдруг сердце могу без преувеличения сказать что по сравнению с прежним моим черепашьим шагом я стал двигаться в сто раз быстрее подойдя ближе я увидел что свет проникает сквозь щели между косяком и потрескавшейся от сырости дверью изнеможения а вместе с тем и любопытство заставили меня опуститься на колени и приникнуть к одной из этих щелей она была настолько широка что я смог увидеть все что творилось внутри это было большое помещение стены которого фута на четыре от пола были обиты темной байкой а внизу выстланная толстыми коврами возможно для того чтобы туда не могла проникнуть сырость середину комнаты занимал покрытый черным сукном стол на нем стоял старинный железный светильник причудливой формы свет его направлял мои шаги и теперь помогал мне разглядеть необычное убранство комнаты среди карты глобусов я заметил какие-то инструменты назначения которых мне было тогда непонятно как я потом узнал иные из них употреблялись для вскрытия трупов там же находилась электрическая машина и весьма примечательная модель дыбы сделанная из слоновой кости наряду с книгами можно было также увидеть пергаментные свитки надписанные крупными буквами красными чернилами и еще другими цвета охры из углов комнаты на вас смотрели четыре скелета они не лежали а стояли в своих гробах и от этого зияющие пустоты их выглядели зловещи и властно казалось что именно они эти четыре остова и были истинными и законными владельцами этого странного места между ними стояли чучела разных животных названий которых я тогда не знал среди них было чучело аллигатора какие-то огромные кости которые я принял за кости самсона но которые в действительности оказались костями мамонта и внушительного вида рога со страха я уже подумал не рога ли это самого дьявола но это были оленьи вслед за этим я увидел меньшие по объему но не менее ужасные фигуры то были зародыши людей и животных на разных стадиях развития своих противоестественных форм не заспиртованные а просто поставленные в ряд они поражали ужасной ничем не прикрытой белизной своих костяков я решил тогда что это должно быть бесенята принимающие участие в некоем дьявольском действии возглавляемом колдуном которого я в эту минуту увидел в конце стола сидел старик закутанный в длинную хламиду на голове у него была черная бархатная шапочка отороченная широким мехом очки его были так велики что почти закрывали лицо он тревожно переворачивал какие-то свитки пергамента и руки его дрожали потом схватив костлявыми желтыми пальцами другой руки лежавший на столе череп он обратился к нему с какими-то проникновенными словами все страхи мои словно рассеялись их сменила еще более страшная мысль что я сделался свидетелем какой-то дьявольской ворожбы я все еще продолжал стоять на коленях когда долгое время сдерживаемое дыхание вырвалось из меня стоном который сразу же достиг слуха человека сидевшего у стола неизбежное в старости ослабление слуха восполнялось в нем привычкой всегда быть на стороже не успел я опомниться как дверь распахнулась и меня схватила за руку его сильная хоть и высушенная временем рука мне сразу представилось что я попал в лапы дьявола дверь закрыли и заперли на засов зловещая фигура стояла теперь надо мной я упал и лежал на полу кто ты такой и зачем явился сюда вопрос глухой голос я не знал что ответить и в безмолвии своем только пристально взирал на скелеты и на все остальное что окружало меня в этом страшном подземелье постой услышал я ты же наверное голоден и тебе надо подкрепиться выпей-ка вот из этой чаши напиток этот освежит тебя как вино право он пройдет по кишкам твоим легко как вода и как маслом смажет твои суставы с этими словами он протянул мне чашу со странного вида жидкостью я оттолкнул его руку и не стал пить я убежден что в чаше у него колдовское зелье все страхи мои отступили перед самым страшным попасть в рабство к дьяволу и сделаться жертвой одного из его посланцев каким мне показалось это странное существо и я стал призывать на помощь спасителя и всех святых и всякий раз осеняя себя крестным знаменем восклицал а ты иди искуситель побереги свое адское зелье для нечестивых губ твоих бесенят или проглоти его сам я только что вырвался из рук инквизиторов но в тысячу раз лучше мне было бы вернуться и принести им себя в жертву нежели становиться твоей жертвой ничего я так не боюсь как твоих милостей даже в тюрьме святой инквизиции где перед глазами у меня уже полыхал костер а тело мое заковывали в цепь чтобы привязать к столбу я находил в себе силы пережить все самое страшное для человека но я ни за что бы не поступил со спасением души ради того чтобы этих ужасов избежать мне было дано выбирать и я выбрал и не мог бы поступить иначе если бы все это повторило снова и снова даже если бы в конце концов меня действительно привязали к столбу и разожгли подо мною костер испанец умолк его хватило волнение увлеченный своим рассказом он в какой-то степени открыл тайну которую по его словам можно доверить только священнику на исповеди Мелмот уже знавший кое-что из рассказа Стэнтона легко мог предположить что и здесь дело именно в этом он решил что было бы неблагоразумно выпытывать у него что было дальше и стал молча ждать пока волнение его гостю уляжется не позволяя себе делать какие-либо замечания или задавать вопросы наконец Монсада возобновил свой рассказ все время пока я говорил старик пристально смотрел на меня и глаза его выражали спокойное удивление так что мне стало стыдно всех моих страхов еще до того как я успел высказать их вслух как воскликнул он наконец должно быть остановив свое внимание на каких-то поразивших его моих словах оказывается это ты вырвался из рук которые наносят свой удар в темноте из рук самой инквизиции так это ты тот назариянин который искал убежище в доме брата нашего Соломона сына Хилки того кого идолопоклонники пленившие его страны называют именем Фернана Нуньеса я действительно ожидал что сегодня ночью ты будешь есть мой хлеб и пить из чаши моей и станешь у меня песцом ведь брат наш Соломон сказала тебе почерк у него ровный и он годится в песцы я изумленно глядел на него я стал смутно припоминать что Соломон действительно собирался указать мне какое-то надежное и тайное убежище и теперь вот продолжая испытывать страх перед странной обстановкой в которой мы находились и перед тем чем должно быть занимался этот человек я почувствовал вдруг что сердце мое окрылило надежда она подтверждалась тем что старик знал о моем бедственном положении садись сказал он сочувственно заметив что ноги у меня подкашиваются как от крайнего упадка сил так и от душевного смятения и страха садись съешь кусок хлеба выпей воды успокойся а то вид у тебя как у птицы что вырвалось из селка и по которой стрелял охотник я невольно повиновался мне необходимо было подкрепить силы и я уже собрался было приняться за предложенную им еду как вдруг почувствовал неодолимое отвращение и ужас оттолкнув все что он мне протянул я в оправдание мое мог только указать на окружавшие меня предметы как на причину по которой я ничего не мог есть старик окинул взглядом комнату словно не веря что столь привычные ему вещи могли так напугать пришельца а потом только покачал головой ты глупец сказал он но ты назриянин и мне тебя жаль право же те кто воспитывал тебя не только закрыли книгу мудрости для тебя но и сами позабыли в нее заглянуть неужели учителям твоим и иезуитам было неведомо искусство врачевания и неужели глаза твои никогда не видели самых обыкновенных медицинских инструментов прошу тебя ешь и будь спокоен здесь нет ничего что могло бы принести тебе вред эти мертвые кости не могут не подчивать тебя едой не отнять ее у тебя они они не могут связать тебя не стянуть твои суставы железом не разрубить сталью как то сделали бы живые руки те что уже протянулись чтобы схватить тебя и сделать своей добычей и так же верно как то что на свете есть бог ты сделался бы их добычей и достался бы их железу из стали если бы тебя не приютил сейчас адония я немного поел крестясь всякий раз когда подносил пищу корту и выпил вино от лихорадочного волнения и страха в горле у меня пересохло и я проглотил его словно это была вода все время однако продолжая молить господа не дать ему превратиться в какое-нибудь вредоносное сатанинское зелье еврей адония наблюдал за мной со все возрастающим сочувствием и презрением чего ты боишься спросил он если бы я был одержим теми злыми силами которые приписывает мне твоя суеверная секта то неужели бы я не угостил всех этих бесов тобою вместо того чтобы предлагать еду тебе неужели бы я не мог вызвать из недр земли голоса тех кто выглядывает и бормочет на место того чтобы говорить с тобой человеческим голосом ты действительно в моей власти только у меня нет ни возможности ни желания причинить тебе вред у тебя хватило мужества бежать из тюрьмы инквизиции так как же ты можешь бояться того что тебя окружает тут в коморке одинокого лекаря я прожил в этом подземелье шестьдесят лет так неужели же тебе страшно пробыть в нем считанные минуты все это скелеты человеческих тел а в логове из которого ты бежал тебя окружали скелеты погибших душ все это свидетельство заблуждений или причуд природы а ты явился оттуда где человеческая жестокость упорная непрестанная неослабная и ничем не смягченная все время оставляет доказательства своей силы в виде недоразвитых умов искалеченных тел искаженной веры и окаменевших сердец мало того здесь вокруг тебя и свитки пергамента и карты исписанные точно человеческой кровью но даже если это и было бы так то может ли целые тысячи их наполнить человека таким ужасом как одна только страница истории тюрьмы где ты сидел что действительно написано кровью и не из застывших жил мертвеца а из разорвавшихся там в муке живых сердец ешь назариянин еда твоя не отравлена пей в чаши твоей нет никакого яда можешь ты поручиться что его не только не окажется в тюрьме инквизиции но даже и в кельях и иезуитов ешь и пей без страха и в подземелье будь то даже подземелье где живет еврей адония если бы ты осмелился на это в жилище назариян мне никогда бы уже не довелось тебя увидеть ну как поел спросил он я кивнул головой а ты пил из чаши которую я тебе дал мучительная жажда снова вернулась ко мне и я протянул ему чашу старик улыбнулся но в улыбке стариков в улыбке которая кривит столетние губы есть что-то уродливое и отвратительное это отнюдь не улыбка радости губы хмурятся и я невольно отшатнулся от этих угрюмых складок рта когда еврей адония сказал если ты уже поел и попил пора тебе отдохнуть ляг в постель может быть она будет жестче той на которой ты спал в тюрьме но поверь она понадежнее иди ложись я думаю что никакой соперник никакой враг тебя теперь не отыщет я пошел за ним следом по переходам которые были так извилисты и путаны что как я ни был потрясен всеми событиями этой ночи в памяти моей вдруг всплыло то что вообще-то говоря было давно известно по всему Мадриду евреи соединили свои дома подземными ходами и несмотря на все старания инквизиции никак не удавалось их обнаружить ночь эту вернее день ибо солнце уже взошло я проспал на соломенном тюфике положенном прямо на пол в маленькой очень высокой комнате где стены были до половины обиты сквозь единственное узкое окно с решеткой туда проникали лучи солнца всходившего после этой тревожной ночи там под сладостные звуки колоколов и еще более сладостные для меня звуки человеческой жизни вокруг которая пробудилась и напоминала теперь о себе я погрузился в дремоту и ничего даже не увидев во сне пребывал в ней до конца дня или на языке адонии до тех пор пока вечерние тени не окутали лик земли глава четырнадцатая эпиграф что же бояться гнева богов тому кто заслужил их расположение Сенека когда я проснулся старик стоял возле моей постели вставай поешь и попей надо тебе подкрепиться сказал он указывая на маленький очень просто надкрытый столик на котором мне была приготовлена неприхотливая еда хозяин к тому же как видно считал нужным принести свои извинения за эту скромную трапезу сам я сказал он никогда не употребляю в пищу мясо кроме как в дни новолуния и праздники и однако уже сто семь лет как я живу на этом свете и шестьдесят из них я провел в помещении где ты меня увидел редко поднимаюсь я в верхнюю комнату дома разве что в таких исключительных случаях как сегодня или же иногда чтобы помолиться возле окна выходящего на восток и просить Бога отвратить гнев свой от Якова и освободить Сион от плена верно говорит языческий врач недопущение внутреннеружного воздуха способствует долголетию вот вот как я живу свет небес сокрыт от меня и я отвык от звука человеческого голоса я слышу только голоса моих соотечественников которые оплакивают печаль Израиля однако серебряная струна все же не ослабла и золотой бокал не разбит и хотя глаза мои уже плохо видят силы мои не иссякли в то время как он говорил я почтительно взирал на величественную фигуру седовласого старца в которой было что-то патриаршее и у меня было такое чувство что я вижу перед собой воплощение древнего закона во всей его строгой простоте несгибаемой стойкости и первозданной подлинности ну как поел сыт тогда вставай и следуй за мной мы снова спустились в подземелье где все это время горел светильник указывая на лежавшие на столе пергаментные свитки Адония сказал в этом деле мне понадобится твоя помощь на то чтобы все это собрать и переписать ушла почти половина жизни которая была продлена за пределы положенные для смертных и однако продолжал он указывая на свои глубоко запавшие воспаленные глаза те что выглядывают из этих окон уже погружаются в темноту и я чувствую что мне нужна помощь человека молодого который может быстро писать и хорошо видит вот почему когда брат наш заверил меня что ты можешь быть писцом и к тому же нуждаешься в надежном убежище и крепкой защите ограждающей тебя от преследований твоих братьев я дал свое согласие приютить тебя у себя в доме и кормить тебя так как только что накормил и так как будет угодно твоей душе исключив лишь ту поганую пищу которую закон пророка запрещает нам есть и сверх этого еще платить тебе жалование которое положено писцу вы может быть улыбнетесь сэр но хоть я и находился тогда в самом бедственном положении краска залила мне лицо при мысли что мне христианину и испанскому гранду предстоит сделаться наемным писцом у еврея когда возложенная на меня задача будет исполнена продолжал старик тогда я отойду к праатцам твердо веря в то что составляет надежду моего народа что глаза мои увидят царя во всей его красоте узрят землю отдаленную и может быть добавил он голосом который зазвучал торжественно и мягко и слегка дрожал от волнения может быть там в блаженном крае я снова обрету тех кого здесь покинул в горе даже тебя Захария сын чресл моих и тебя Лия супруга сердца моего слава и должно и должно быть принялся творить про себя молитву может быть горе мое оказалось теперь сильнее всех предрассудков и не приходится сомневаться что оно смягчило мое сердце в эту минуту я едва не поверил что еврея могут принять в лоно блаженных мысль эта пробудила во мне человеческие чувства и с непритворной тревогой я стал расспрашивать его о судьбе другого еврея Соломона который на горе себе меня приютил и тем привлек к себе внимание иезуитов не беспокойся ответила Дания махнув своей костлявой морщинистой рукой словно отмахиваясь от того о чем не стоило думать жизнь брата нашего Соломона вне опасности имуществу его тоже ничего не грозит если противники наши сильны тем что в руках у них есть власть то мы зато сильны нашей мудростью и богатством никогда не удастся им не выследить тебя не узнать о том что ты вообще существуешь поэтому выслушай меня и будь внимателен к тому что я сейчас тебе скажу говорить я не мог однако выражение тревоги и мольбы на моем лице сказали все за меня вчера вечером ты произносил какие-то слова продолжал адония я в точности не помню их смысла но они до сих пор звенят у меня в ушах а ведь очень долго за целых четыре жизни твоих мне ни разу не приходилось слышать такого ты говорил что тебя доливает какая-то сила что она искушает тебя предлагая отречься от всевышнего которому поклоняются как евреи так и христиане и ты заявил что будь даже костры разложены вокруг ты плюнул бы искусителю в лицо и попрал ногами все что он тебе предлагает пусть даже тебе пришлось бы голыми ногами ступать по горячим уголям которые разожгли сыны Доминика да говорил вскричал я говорил и я бы это сделал и да поможет мне господь перед концом а Дания какое-то время молчал словно пытаясь сообразить что это вспышка ли страсти или доказательство силы духа в конце концов он стал склоняться к последнему хотя старики относятся обычно с недоверием к порывам страсти видя в них проявление скорее слабости нежели искренности тогда тогда сказал сказал он после долгого и многозначительного молчания тогда ты должен узнать тайну которая тяжелым грузом лежит на душе Адонии так же как безнадежное одиночество лежит тяжким бременем на душе того кто идет по пустыне без спутника который бы шел рядом и ободрял его звуком своего голоса с юных лет моих и до сегодня я непрестанно трудился и знай освобождение уже близко час мой очень скоро придет еще в детстве моем мне довело слышать да даже мне что на землю послано существо на соблазн всем евреям и назариянам и даже ученикам Магомета чье имя проклято нашим народом существо это обещает людям спасение в минуты когда они в беде и когда им грозит смерть за что они должны заплатить тем что уста мои не смеют даже произнести вслух хоть этого и никто кроме тебя не услышит ты дрожишь значит ты говоришь правду во всяком случае так как только может говорить правду человек вся вера которого состоит из заблуждений я слушал этот рассказ и он услаждал мой слух подобно тому как душу томимого жаждой услаждают потоки воды ибо в мечтах моих являлись фантастические образы восточных сказок и мне не давало покоя желание увидеть дьявола во всей его силе и больше того поговорить с ним и даже завязать с ним какие-то отношения подобно отцам нашим жившим в пустыне я отвергал пищу ангелов и меня тянуло к запретным яствам даже к зельям египетских чародеев как видишь за эту самонадеянность я был жестоко наказан в последние годы жизни продленный сверх всякой меры я остался без детей без жены без друга и если бы не явился ты мне было бы даже некому рассказать все пережитое не стану сейчас смущать тебя повестью моей богатой событиями жизни скажу только что скелеты вид которых повергает тебя в страх были некогда одеты плотью и выглядели много красивее нежели ты сейчас это скелеты жены моей и сына о которых я тебе пока ничего не скажу а о других двух ты должен будешь не только услышать но и рассказать сам с этими словами он указал на два скелета напротив в поставленных торчком гробах по возвращении домой в родную страну в Испанию если только о евреи можно сказать что у него есть родная страна я сел в это кресло зажег эту лампу при свете ее взял в руки перо которым пишут писцы и поклялся что лампа эта не погаснет кресло не опустеет и своды подземелья не останутся без жильца до тех пор пока история моей жизни не будет записана в книгу и запечатана все равно что королевской печатью но знай меня выследили те у кого тонкое чутье и кто кидается по следу то были сыны доминика они схватили меня и заковали ноги мои в крепкие оковы однако писаний моих они не могли прочесть ибо знаки моего языка неведомы этим идолопоклонникам знай также что спустя некоторое время они освободили меня ибо не нашли никаких оснований для того чтобы меня осудить и они попросили чтобы я уехал совсем из страны и больше их не тревожил тогда то я и поклялся богу израиля вызволившему меня из их плена что переписать свою книгу я дам только тому кто сможет прочесть эти знаки мало того я молился и говорил о бог израиля повелитель наш ты знаешь что мы овцы твоего стада а враги наши бродят вокруг как волки как львы что рыкают чуя вечернюю свою добычу сделай так чтобы назриянин вырвался из их рук и бежал к нам как выгнанная из гнезда птица дабы посрамить оружие сильных мира сего и с презрением насмеяться над ними сделай так же повелитель наш бог иакова чтобы его искусил враг рода человеческого пусть даже так как тех о ком я пишу и чтобы он мог плюнуть ему в лицо и отпихнуть искусителя и попрать его так как попрали они и тогда лишь моя душа да даже моя наконец обретет мир вот о чем я молился и молитва моя была услышана ибо как видишь ты здесь стоило мне только услыхать эти слова как страшное предчувствие нависло надо мной как мучительный неотвязный кошмар я то ближе присматривался к стоящему на краю могилы старцу то погружался в размышления о неосуществимости предстоящего мне труда неужели же еще мало того что я буду носить эту тайну замуровав ее в своем сердце мысль о том что я должен буду разбрасывать где-то в далеких краях ее пепел и рыться в прахе с тем чтобы приобщать к этому нечестию других несказанно невообразимо меня возмущало бросив равнодушный взгляд на рукопись я увидел что написана она на испанском языке но греческими буквами и что служителям инквизиции прочесть этот текст было бы не легче чем разобраться в иероглифах египетских жрецов их невежество прикрытое гордостью и еще больше утвердившееся от непроницаемой таинственности которой они обставляли свои даже самые незначительные действия не позволяло им решиться открыть кому бы то ни было что в их распоряжении имеется рукопись прочесть которую они не могут поэтому они вернули ее Адонии и как он выразился сам теперь ей уже ничто не грозит однако мысль о том что мне предстоит этим заниматься преисполняла меня безотчетным страхом у меня было такое чувство что я сделался новым звеном в цепи другой конец который держит некая невидимая рука и та тянет меня куда-то в пропасть и вот мне предстояло теперь писать самому протокол вынесенного мне приговора когда я дрожащей рукой прикоснулся к этим листам и без того высокая фигура Адонии казалось еще больше выросла от охватившего ее непомерного волнения почему же ты дрожишь дитя праха воскликнул он ведь если тебя искушали то их искушали тоже если ты устоял то ведь устояли и они и если они вкушают теперь покой то значит вкушать его будешь и ты нет ни одного страдания души или тела через которое ты прошел или еще можешь пройти которое не вынесли бы они тогда когда тебя не было еще и в помине юнец руки твои дрожат над страницами которых недостойны коснуться и однако мне приходится брать тебя к себе в услужение ибо ты мне нужен необходимость жалкое звено связующее воедино души столь чуждые друг другу хотел бы я чтобы чернилами мне был океан листом бумаги скала а рука моя да именно моя тем пером которое бы начертило на ней буквы и они остались бы в веках как все то что высечено на скалах именно так как на горе Синае и на тех где и поныне сохраняются слова израильтяне перешли эти воды пока он говорил я снова принялся рассматривать рукопись неужели рука твоя все еще дрожит спросил Адония и ты все еще раздумываешь переписывать ли тебе историю тех чьи судьбы связаны теперь с твоей цепью дивной незримой и неразрывной взгляни возле тебя существа у которых уже нет языка повествуют о себе красновечивее всех живых взгляни их немые и недвижные руки протянуты протянуты к тебе так как никогда еще не протягивались руки из плоти и крови взгляни вот те что безгласны и однако говорят что мертвы и однако живы те что пребывают в бездне вечности и однако все еще окружают тебя сейчас и взывают к тебе так как могут взывать только люди услышь их бери перо и пиши я взял перо но не мог написать ни единой строчки в выступлении Адония вытащил один скелет из ящика и поставил его передо мной расскажи ему свою историю сам сказал он может быть тогда он поверит тебе и запишет и поддерживая его одной рукой он другой такой же побелевший костлявый как у скелета указал на лежавшую передо мною рукопись в мире что был над нами всю ночь бушевала буря а здесь глубоко под землей в темных переходах ветер гудел словно голоса умерших взывающие к живым взгляд мой невольно остановился на рукописи которую мне предстояло переписывать начав читать ее я уже больше не мог оторваться от удивительного рассказа пока не дошел до конца повесть повесть индийских островитянах в индийском океане неподалеку от устья реки хуглий есть остров который в силу особенностей своего расположения и условий жизни на нем долгое время оставался неведомым для европейцев туземцы же близлежащих островов появлялись на нем очень редко и всякий раз лишь по какому-нибудь особому поводу остров этот окружен отмелями из-за которых ни одно глубоководное судно не может к нему приблизиться и укреплен скалами представляющими угрозу для утлых туземных лодок но еще более страшным в их глазах его делали ужасы которыми окутывала его суеверная молва существовало предание что на этом острове был воздвигнут первый храм черной богиней Шивы что именно там перед ее уродливым извоянием с ожерельем из человеческих черепов на шее с раздвоенными языками высунутыми из двадцати змеиных пастей стоявшим на подножии изображающим сплетенных между собой гадюк что именно там поклонявшиеся ей впервые принесли кровавую жертву о чем свидетельствовали переломанные человеческие кости и скелеты умершвеленных младенцев землетрясение потрясшее берега Индии разрушило храм и на острове осталось меньше половины жителей храм однако был построен вновь стараниями поклонников богини которые снова стали бывать на острове как вдруг необыкновенной силы тайфун такой каких не бывало даже на этих видавших виды широтах разразился над священной землею пагода сгорела дотла от удар молнии все жители их жилища насаждение все было разрушено сметено как метлой и на опустевшем острове не осталось никакого следа пребывания людей их культуры и вообще какой-либо жизни воображение поклонников Шивы разыгралось они искали причину всех этих бедствий и вот сидя в тени какаовых деревьев и перебирая цветные бусы они надумали приписать случившееся гневу богине Шивы недовольной тем что распространяется поклонение джаггернауту они утверждали что сами видели как при свете вспыхнувшей молнии которая сожгла храм и убила укрывшихся в нем людей в небе появился вдруг лик богини и не сомневались в том что она удалилась на какой-нибудь более счастливый остров где сможет по-прежнему наедаться мясом и упиваться кровью и где ее не будут раздражать люди поклоняющиеся другому богу ее сопернику и так остров на долгие годы остался пустынным и безлюдным туземцы уверяли что там нет не только никаких животных но и никаких растений и даже воды и это привело к тому что европейские суда перестали заходить на этот остров индийца даже с других островов проплывавшие мимо него на лодках со страхом и грустью взирали на царившее там запустение и всякой раз кидали что-нибудь за борт чтобы умилостивить гневную шиву остров предоставленный таким образом самому себе пышно расцвел так порой лишенные всякой заботы дети вырастают сильными и здоровыми а холеные баловни погибают от избытка питания цветы расцветали листва густела и ни одна рука не рвала их ни одна нога не топтала и ни одни губы не прикасались к ним пока однажды рыбакам которых сильным течением относила на этот остров как они отчаянно не гребли как не натягивали паруса чтобы их не прибило к берегу сколько не обращали к шиве молитв не пришлось все же подойти к острову на расстояние не больше весла и вот когда им против ожидания удалось все же благополучно вернуться домой они рассказали что с острова до них донеслись какие-то звуки столь сладостные что не иначе как место это облюбовала некая другая богиня более милостивая нежели шива молодые рыбаки добавили к этому что видели как женская фигура несказанной красоты скользнула и исчезла среди листвы которая теперь пышно разросла среди скал и будучи людьми благочестивыми готовы были счесть это восхитительное видение воплощением самого вишну в образе красавицы причем очарование этого существа намного превосходило все предшествующие его воплощения ведь в одном из них он даже принимал образ тигра обитатели соседних островов которые были не только суеверны но и обладали богатым воображением обожествили на свой лад это явившееся им видение старики же однако призывая его по-прежнему строго придерживались кровавых обрядов Шивы и Харри и перебирая четкие приносили один страшный обед за другим стараясь придать им еще больше силы тем что ранили себя руки колючим тростником обогряя каждое зерно перебираемых четок собственной кровью молодые женщины пригребали свои маленькие лодочки так близко как только могли к этому острову теней давали обеты камдео и посылали свои наполненные цветами бумажные кораблики которые освещались восковыми светильниками к берегам острова на котором как они надеялись остановила свой выбор пленившая их богиня молодые люди во всяком случае те что были влюблены и увлекались музыкой подплывали совсем близко к берегу и просили бога кришну чтобы он осветил этот остров своим присутствием не зная какую жертву им надлежит принести своей богине они становились на самом носу лодки и распевали свои дикие песни а потом бросали к берегам пустынного острова восковые фигурки человека в руках у которого было нечто похожее на лиру можно было видеть как из ночи в ночь эти лодки скользят друг за другом по темной поверхности моря словно поднявшиеся из пучины звезды освещенные бумажными фонариками они везли туда цветы и плоды и чья нибудь робкая рука незаметно оставляла их на песке а другая уже более смелая укладывала свое подношение в тростниковую корзину и вешала на скалу и выражая этим свое добровольное и смиренное поклонение богине простодушные островитяне испытывали вместе с тем радость было однако замечено что впечатление людей поклонявшихся богине и возвращавшихся потом домой оказывались очень различны женщины затаив дыхание замирали с веслами в руках восхищенные доносившимися с острова дивными звуками а когда звуки эти обрывались уплывали потом вернувшись в хижины свои они тщетно пытались напеть эти неземные песни тщетно ибо собственный их язык не знал сколько-нибудь напоминающих их звуков мужчины же долго ждали не выпуская весел из рук чтобы хоть на какое-то мгновение увидеть красоту той которая по уверениям рыбаков бродит в этих местах а потом разочарованные принимались наконец грести и с печалью в сердце возвращались домой постепенно дурная молва об острове улеглась и он перестал внушать людям страх и сколько иные благочестивые старики не перебирали своих обогренных кровью четок и не твердили о Шиве и о Харе доходя до того что зажигали своими дубленными солнцем руками лучины и тыкали себя острыми кусками железа купленными или украденными на европейских кораблях в самые мясистые и чувствительные части тела и даже больше того поговаривали о том что подвесят себя на деревьях головой вниз и будут так висеть пока их не сожрут черви или сожжет солнце или наконец пока от этого противоестественного положения они не сойдут с ума несмотря на все эти излияния которые должны были бы растрогать до слез молодые люди продолжали вести себя все так же девушки по-прежнему подносили камдео гирлянды цветов а юноши обращались с призывами к богу Кришне тогда наконец доведенные до отчаяния старики поклялись что отправятся на этот проклятый остров из-за которого все посходили с ума и там определят как им следует поступать чтобы почтить и умилостивить неизвестное божество и узнают нельзя ли вместо всех цветов заверений в любви и трепета юных сердец вернуться к правоверным и законным жертвам как то к отращиванию длинных ногтей на руках пока те не начнут врастать в тело к продеванию веревочных заволок сквозь бока на которых потом изувер исполняет пляску мук до тех пор пока не лопнут либо веревка либо терпение пляшущего словом они решили узнать что же это за божество которое не требует от тех кто ему поклоняется страданий и они привели свой замысел в исполнение найдя для этого способ достойный самой цели сто сорок стариков сгорбившихся от всех самоистязаний которых требовала их суровая вера и не способных справиться ни с парусом ни с веслами сели в лодку собираясь добраться до острова которое они называли проклятым соотечественники их ослепленные уверенностью что люди эти святые разделись до нога и долго толкали лодку навстречу прибою после чего почтительно с ними простились умоляя их хоть теперь-то взяться за весла святоши же эти поглощенные перебиранием четок и настолько уверенные в неотступном покровительстве любимых богов что им и в голову не могла прийти мысль о грозящей опасности торжественно отправились в путь и последствия этого легко можно себе представить лодка вскоре же наполнилась водою и затонула а все находившиеся в ней погибли без единого стона и немало не сетуя на свою судьбу если не считать сожалений по поводу того что им не довелось угостить собою аллигаторов в священных водах ганга или хотя бы погибнуть под сенью храмов священного города Бенареса ибо и в том и в другом случае души их несомненно ожидало спасения происшествие это на первый взгляд весьма прискорбное возымело однако благоприятное действие на распространение новой веры прежняя вера день ото дня теряла под собой почву вместо того чтобы опалять себе руки на огне люди стали собирать цветы гвозди которые ревнители старой веры усердно втыкали себе в тело упали в цене человек мог теперь удобно располагаясь сидеть на собственных ягодицах и совесть его была так же спокойна а репутация не запятнана как если бы там было воткнуто по меньшей мере несколько десятков гвоздей а наряду с этим на берегах любимого острова каждый день падало все больше плодов на скалах его пестрели цветы всем великолепием красок которым любит украшать себя флора востока среди них была та яркая великолепная лилия что и ныне еще утверждает превосходство свое над царем соломоном ибо тот во всей славе своей не одевался так как всякое из них была роза раскрывающая свои райские лепестки и багряный бомбекс о котором один английский путешественник восторженно говорит что он услаждает глаз поразительным богатством и обилием роскошных цветов не знающих себе равных а женщины давшие обеты новой богине в конце концов научились подражать иным из тех звуков и сладостных напевов которые при каждом дуновении ветра доносились до их слуха когда они огибали очарованный остров на лодке и мелодия эта звучала все громче наконец произошло некое событие сделавшее уже совершенно несомненной святость этих мест и жившего там существа молодой индийц тщетно пытавшийся поднести своей любимой полной мистического значения букет в котором само расположение цветов говорит о любви подплыл на лодке к острову дабы узнать о той что по мнению всех живет там свою судьбу подплывая к берегу он сочинял песню в которой жаловался что предмет его любви презирает его как будто он пария но что он все равно будет любить ее даже происходи он из головы самого Брамы что кожа ее глаже нежели каменные ступени по которым спускаются к бассейну Раджи а глаза ее блестят ярче всех тех которые самонадеянные иностранцы силятся подсмотреть сквозь сетку Пурдаха Унабаба что сама она в его глазах выше черной пагоды Джаггернаута и блеском своим затмевает трезубец Махадевы сверкающего в лучах луны и коль скоро оба эти чудо он видел на берегу когда подплывал к нему в тихом сиянии бархатной индийской ночи не приходится удивляться что оба они вошли и в его стихи в конце своей песни он давал обещание если любимая снизойдет к его мольбам построить для нее хижину подняв ее на сваях на целых четыре фута чтобы туда не могли добраться змеи он также обещал что жилище это будет укрыто тенью маринда и чтобы ей спалось спокойнее он будет отгонять от нее москитов веером из листьев тех первых цветов которые она примет от него в знак его любви случилось так что в ту же самую ночь молодая девушка чью сдержанность можно было объяснить всем чем угодно но только неравнодушием в сопровождении двух подруг подплыла на лодке к тому же самому месту дабы узнать был ли искренен юноша который ей все это обещал явились они в одно и то же время и хотя были сумерки и суеверному воображению этих робких существ ложившиеся вокруг тени казались еще темнее чем были на самом деле они все же отважились отправиться вглубь острова неся корзины с цветами в дрожавших руках они дерзнули пойти повесить их на развалинах пагоды где как они полагали поселилась неведомая богиня не без труда пробрались они сквозь густые заросли цветов буйно разросшихся на дикой почве и боялись что на них в любую минуту может наброситься тигр пока не вспомнили что хищному зверю нужны настоящие джунгли и вряд ли он станет укрываться среди цветов еще меньше приходилось страшиться аллигатора слишком для этого узкие были встречавшиеся на их пути потоки им не стоило труда через них перебраться так как вода едва доставала им до щиколоток и была совершенно прозрачно цветущие тамаринды какаовые деревья и пальмы наполняли воздух благовонием листья их шелестели над головою девушки когда она вся дрожа приближалась к развалинам паготы некогда это было квадратное здание высевшее со среди скал которые по какой-то прихоти природы впрочем нередкой на островах индийского океана громоздились в центральной части этого острова должно быть извержение древнего вулкана подняло их сюда из недр земли разрушившие храм землетрясения смешало обломки здания и обломки скал в одну бесформенную и безобразную груду которая казалось в равной степени свидетельствовала о бессилии как искусства так и самой природы ибо была выброшена сюда силой создавшей то и другое и способной то и другое уничтожить колонны со странными надписями были стиснуты камнями на которых вообще не было никаких следов прикосновения человека но которые всем видом своим свидетельствовали о запечатлевшей себя в этом хаосе страшной неистовой силе природы природы которая как будто хотела сказать смертные пишите строки свои резцами а мои иероглифы я начертаю огнем рядом с разрушенными каменными сваями высеченными в виде змей на которых некогда восседал отвратительный идол шивы теперь расцвела роза она поднялась из земли заполнившей трещину в скале как будто та же природа вдруг смягчилась стала исповедовать другую более милосердную веру и теперь посылает детям своим любимый цветок извояние джаггернаута было разбито на куски среди обломков можно было еще узнать его отвратительно разинутый рот в которой в прежнее время принято было класть приносимые в жертву человеческие сердца ныне же красавцы павлины с изогнутыми шеями и огромными пестрыми хвостами кормили своих птенцов меж ветвей тамаринда что нависали над чернеющими развалинами молодые индианки теперь уже почти перестали бояться и все увереннее шли вперед ибо не увидели и не услышали ничего что могло бы внушить им страх который всегда вызывает в человеке потусторонний мир вокруг все было тихо спокойно и погружено в темноту они даже ощутили какую-то легкость в ногах когда приближались к этим глыбам в которых опустошения учиненные природой слились воедино с теми что учинил человек может быть еще более дикими и кровавыми близ развалин прежде был бассейн как то обычно бывает близ пагод дабы можно было всякий раз очиститься и освежиться перед молитвой но теперь ведущие вниз ступени были сломаны а вода застоялась юные индианки все же зачерпнули в пригоршню этой воды призвали богиню покровительницу острова и направились к единственному уцелевшему своду наружные стены здания были из камня внутренними же высеченными в скале и нишами своими храм этот напоминал тот что на острове элефанте в нем можно было увидеть высеченные из камня чудовищные фигуры как вплотную примыкавшие к скале так и отстоящие на некотором расстоянии от нее их отвратительные огромные бесформенные лица были нахмурены и человек суеверный мог подумать что перед ним разыгрывается страшная драма герои которой каменные боги две девушки из числа почитательниц богини которые славились своей храбростью вышли вперед исполнили некий странный танец перед развалинами храма старых богов как было принято называть их и стали просить новую владычицу острова быть благосклонной к обетам принесенным их подругой а та вышла вслед за ними и повесила венок из цветов на обломки обезображенного идола торчавшие среди хаоса камней и совершенно заросшие пышной растительностью которая в странах востока как бы олицетворяет собой вечное торжество природы среди превратившихся в развалины творений человеческих рук роза вновь рождается каждый год а какой из этих годов увидит как вновь строится пирамида в ту минуту когда молодая индианка вешала на бесформенный камень привезенный ею венок неизвестный голос вдруг прошептал один цветок в нем завял да да завял ответила девушка и этот увядший цветок олицетворяет мое сердце немало рос я взрастила но на горе мне завяла именно та что была мне всего дороже о оживи ее для меня неведомая богиня венок мой не будет тогда позорить твоего святилища оживи ее сама у себя на груди ответил ее возлюбленный появляясь из-за обломков скал и развалин где он укрывался оттуда он произнес эти вещи и слова оттуда восхищенный прислушивался он к символическим но понятным для него речам девушки оживи увядшую розу попросил он упоенной любовью прижимая ее к груди уступая голосу любви и суеверному чувству девушка уже готова была ответить на его объятия но неожиданно испустив дикый крик она изо всей силы оттолкнула его и не помня себя от страха опустилась на землю и застыла на месте дрожащая рука ее указывала на какую-то фигуру которая появилась в эту минуту среди беспорядочного нагромождения камней юноша которого крик ее нисколько не встревожил кинулся чтобы подхватить ее когда взгляд его обратился на фигуру чей вид так поразил девушку в немом благоговении он пал пред нею ниц существо это было женщиной но такой они никогда не видели кожа у нее была совершенно белой во всяком случае в их представлении ибо они за всю жизнь видели одних только туземцев бенгальских островов а у тех кожа была темно-красного цвета одежда ее насколько они могли разглядеть состояла из одних лишь цветов яркая краска их и причудливые сочетания гармонировали с вкрапленными между ними павлиньими перьями и все вместе имело вид опахала из некой необыкновенной ткани которая была удивительно к лицу островной богини ее длинные светло-каштановые волосы таких им никогда не случалось видеть не спадали ей к ногам и причудливо сочетались со всеми этими перьями и цветами на голове у нее был венец из раковин таких цветов и такого блеска каких нельзя было увидать нигде кроме как в индийских морях пурпурный и светло-зеленый состязались с аметистовым и изумрудным на ее обнаженном белом плече сидел клест а шею обвивали бусы из его похожих на жемчуг яиц таких чистых и прозрачных что самая богатая из государин Европы отдала бы за них свое лучшее жемчужное ожерелье руки и ноги ее были совершенно обнажены и быстрота и легкость с которой она ступала производили на индийцев впечатление не менее сильное чем цвет ее кожи и волос видение это повергло и юношу и девушку в благоговейный страх и в то время как они простерлись перед ним ниц в ушах их зазвучал восхитительный голос таинственное существо заговорило с ними но язык его они понять не могли это окончательно укрепило их уверенность что они слышат язык богов и они снова простерлись ниц в эту минуту клест слетел с ее плеча и порхая приблизился к ним он хочет набрать светлячков и осветить свое гнездо сказали друг другу влюбленные однако клест с присущей этим птицам сообразительностью понимал что госпожа его оказывает предпочтение свежим цветам ибо видел их на ней каждый день и разделяя ее вкус устремился к увятшей розе в принесенном индианкой венке подхватив своим тонким клювом цветок он положил его к ее ногам юные влюбленные истолковали это как благодатное предзнаменование и еще раз припав к земле они поплыли назад на свой остров но на этот раз уже оба в одной лодке юноша управлял лодкой своей возлюбленной в то время как она молча сидела возле него а их спутницы и спутники пели песни прославлявшие белую богиню и остров песни посвященные ей и всем влюбленным глава пятнадцатая эпиграф какого из святых скажи иль ангелов посланцев света сегодня славить надлежит что ты так пышно разодета давно понять тебе пора мой палмер дня сего значения святых и ангелов блаженней весны блаженная пора страт хотя красавицу единственную обитательницу этого острова и встревожила появление ее почитателей она скоро успокоилась она не знала что такое страх ибо в мире где она жила она никогда ни с чьей стороны не встречала вражды солнце и тень цветы и листва деревьев тамаринды и винные ягоды которые служили ей пищей вода которую она пила девясь на ту что всякий раз утоляет жажду вместе с нею павлины раскрывавшие свои пестрые отливающие всеми цветами хвосты стоило только им завидеть ее и клест который садился ей на плечо или на руку когда она шла гулять и отвечал ей искусно подражая звуком ее нежного голоса все это были ее друзья а кроме них она никого не знала человеческие существа которые по временам подплывали к острову повергали ее в легкое волнение однако вызывалось оно скорее любопытством нежели тревогой в каждом движении их было столько нежности и благоговейного почтения поднесенные ей цветы так радовали ее взор и были ей так приятны а само появление их каждый раз таким тихим и кротким что она не испытывала к ним ни малейшей неприязни и только удивлялась как это им удается так спокойно скользить по воде удивляло ее еще и то как эти темнокожие и некрасивые существа могли вырасти среди таких чудесных цветов что они привозили с собой можно было предположить что буйство стихий вызывало порой в ее воображении страшные мысли однако от того что явления эти через определенные промежутки времени повторялись они уже переставали быть страшными для человека который к ним привык так же как чередование дня и ночи кто же из нас не помнит как его пугало когда-то наступление темноты а главное кто не помнит рассказов других людей об ужасах что творятся в ночи они ведь с особой силой действуют на наше воображение девушка ни разу не испытала никакой печали а о смерти и вовсе не имела ни малейшего представления так откуда же ей было знать страх когда начинался так называемый Норд-Вест со всеми своими ужасными спутниками полуношной тьмою тучами удушливой пыли раскатами грома грозными как труба страшного суда она стояла среди листвы могучих баньяновых деревьев не ведая об опасности и спокойно взирала на птиц которые опускали головы и укрывали себя крылом на забавных испуганных мартышек которые хватали своих малышей и стремительно прыгали с ветки на ветку когда в дерево попадала молния она смотрела на это так как ребенок смотрит на фейерверк который зажгли чтобы его развлечь однако на следующий день она уже плакала увидев что на сожженном дереве не появится новых листьев когда на остров низвергались потоки ливня она находила приют среди развалин пагоды и сидела там прислушиваясь к клокотанию вод и реву пучины до тех пор пока душа не проникала с мрачным великолепием всего что ее окружало и ей не начинало казаться что разразившийся ливень пригибает ее к земле как листик что потоки уносят ее в темные глубины океана а потом на гребнях огромных волн она точно на спине кита снова поднимается к свету что она оглушена их ревом что у нее кружится голова пока в этой страшной игре воображения ужас и радость не сливались воедино так она жила точно цветок между солнцем и бурей расцветая на свету склоняясь перед дождем причем ее дикая и нежная жизнь как бы вбирала в себя и то и другое и оба эти влияния объединившись оказывались особенно благоприятными для нее как будто она была любимицей природы даже в ее гневе как будто природа сама приказывала набежавшей бури вырастить а ливню пощадить сей ковчег невинности что носился в волнах это блаженная жизнь наполовину действительная наполовину сотканная из причуд воображения но неотягченная никакой мыслью никакой страстью продолжалась до того как девушке этой пошел семнадцатый год тогда то и случилось нечто такое что навеки ее изменило вечером того дня когда индийские лодки отплыли от берега и моли ибо этим именем нарекли ее поклонявшиеся ей юноши и девушки стояла на берегу когда к ней неожиданно приблизилось некое существо непохожее на всех тех кого ей до сих пор доводилось видеть цветом лица своего и рук чужестранец больше походил на нее самое нежели на людей которых она привыкла встречать однако одежда его а это была европейская одежда нескладно сидевшая на нем оттопыриваясь на бедрах именно такая была в моде в 1680 году показалась ей и нелепой и отвратительной и вызвала в ней чувство удивления и лицо ее не умело выразить это чувство ничем другим кроме неизменно озарявшей его улыбки чужестранец сделал несколько шагов вперед и девушка устремилась ему навстречу но совсем не так как какая-нибудь европейка с ее низкими грациозными поклонами и тем более не как индийская девушка с ее низкими же селямами она метнулась к нему как лань едва ли не в каждом движении ее сливались воедино живость и робость доверчивость и пугливость она вскочила из песчаного берега кинулась к своему любимому дереву потом вернулась вместе с охранявшими ее павлинами которые сразу же распустили свои великолепные хвосты словно чувствуя что госпоже их грозит опасность и возбужденно хлопая в ладоши казалось приглашала их разделить радость с которой она взирала на выросший на песке новый цветок чужестранец подошел ближе и к великому удивлению иммали заговорил с ней на языке который она помнила с детских лет и словам которого тщетно пыталась обучить своих павлинов попугаев и клестов но она так давно уже ни с кем не говорила на этом языке что успела его позабыть и теперь для нее было радостью слышать давно забытые ею слова из человеческих уст и когда следуя существующему обычаю чужестранец сказал ей здравствуй прелестная девушка она ответила фразой из христианского катехизиса заученной ею еще в детстве меня сотворил бог ты самая прекрасная из всего что он создал сказал чужестранец взяв ее за руку и устремил на нее глаза которые и ныне еще горят в глазницах этого обольстителя из обольстителей нет возразила им мали у него есть творения более прекрасные роза румянее меня пальма выше а волна сильнее но все они изменяются а я никогда не меняюсь я стала выше и сильнее а розовые кусты увядают дважды в год и когда сотрясается земля скала раскалывается и в ее щели залетают летучие мыши волны в ожесточении нападают друг на друга и становятся серыми и совсем не похожими на то чем они бывают когда их озаряет луна направляющая свежие ветки целовать мои ноги когда я стою на мягком песке каждый раз я пытаюсь собрать их но они ускользают у меня из руки стоит мне опустить ее в воду не только по ночам, и мне больше по душе те, что я могу собирать и вплетать себе волосы. Раз как-то я всю ночь зазывала к себе звезду, и та, наконец, вняла моим уговором и спрыгнула ко мне с неба, точно павлин из гнезда. Сколько раз потом она пряталась от меня в манговых деревьях и тамариндах, и хоть я искала ее среди листвы до тех пор, пока месяц не бледнел и не уставал мне светить, так и не удавалось ее найти. Но откуда ты? На тебе нет чешуи? Как на тех чудных тварях, что водятся в морских глубинах и плещутся в воде, когда солнце садится, и я взираю с берега на его заходящие лучи? Ты не так мало ростом, и у тебя не такая темная кожа, как у тех, кто прибывает ко мне из других миров по морю, в домиках, которые опускают ноги свои в воду и могут на ней держаться. Откуда ты? Ты не блестишь так, как звезды, что живут надо мною в синем небе, и вместе с тем ты не так безобразен, как те, что прыгают в темном море у моих ног? Так, где ты рос? И как ты попал сюда? На берегу нет ни единой лодки, и хотя раковины так легко носят по воде рыбок, что в них живут, ни одна из них меня бы не удержала. Стоит мне только опустить ногу на их створку, отливающую пурпуром и багрецом, как они сразу же погружаются в песок. — Прелестное создание, — сказал чужестранец. — Я прибыл из мира, где таких, как я, целые тысячи. — Не может этого быть, — воскликнула им Мали. — Ведь я живу здесь одна, и в других мирах все должно быть так же. — Я говорю тебе правду, — сказал чужестранец. И Мали промолчала. Должно быть, ей впервые приходилось напрягать мысль, и это требовало от нее немалых усилий, ведь вся жизнь ее определялась счастливыми наитиями и бездумными инстинктами, а потом воскликнула. — Мы оба с тобой верно выросли в мире голосов. Я ведь понимаю твою речь лучше, чем щебетание клеста или крик павлина. Как радостно должно быть жить в мире, где звучат эти голоса. Чего бы я только не отдала за то, чтобы розы мои росли в таком мире, где речь моя находит отклик. В эту минуту в поведении чужестранца появились признаки того, что он голоден, и Мали сразу же это поняла и велела ему следовать за нею туда, где были рассыпаны по земле плоды смоковницы, тамариндов, где ручей был так прозрачен, что можно было разглядеть каждую пурпурную раковину на дне и зачерпнуть с крылупой у кокосового ореха прохладной воды, что струилась в тени манговых деревьев. Дорогой она успела рассказать ему о себе все, что знала. Она сказала, что она дочь пальмы, что под сенью этого дерева она впервые поняла, что живет на свете, что мать ее давно уже засохла и перестала жить, что сама она уже очень стара, что она много раз видела, как на стеблях своих вянут розы, и что хоть на месте их и распускаются потом новые, они ей не так милы, как те, что увяли, те были гораздо крупнее и ярче, что за последнее время, правда, все предметы сделались меньше, теперь вот она без труда может дотянуться рукою до плодов манга на ветке, а раньше ей приходилось ждать, пока они упадут на землю, вода же поднялась выше. Раньше, чтобы попить, ей приходилось нагибаться и становиться на колени, а теперь она легко может черпать ее кокосовой скорлупой. В довершение всего она добавила, что она много старше, чем месяц, ибо видела, как он убывал и становился не ярче светлячка, а тот, что светит им сейчас, тоже начнет уменьшаться, и на место него придет новый, такой узенький, что она никогда бы не назвала его именем, которое дала первому ночное солнце. «Но откуда же ты знаешь язык, на котором говоришь?» — спросил ее чужестранец. «Ведь ни клесты, ни павлины не могли тебя ему научить». «Сейчас скажу», — ответила им Али с какой-то торжественностью в лице, которая волновала и в то же время немного смешила. Во взгляде ее сквозило лукавство, столь свойственное прелестному полу. Из мира голосов ко мне прилетел сюда дух и нашептывал мне звуки, которых я никогда не могла забыть. А было это еще задолго до того, как я родилась? «Может ли это быть?» — спросил чужестранец. «О, да! Задолго до того, как я могла поднять с земли смокву или зачерпнуть пригоршнюю воду, это было раньше, чем я родилась. Когда я родилась, я была ростом еще ниже, чем розовый бутон. Мне тогда хотелось до него дотянуться, а теперь я приблизилась к месяцу, как пальма. Порою даже мне удается поймать его лучи раньше, чем ей. Я, верно, очень высокая и очень старая». Услыхав эти слова, чужестранец прислонился к дереву, на лице его появилось какое-то странное выражение. Он отказался от плодов манго, от воды, которое это прелестное и беспомощное создание ему предлагало, посмотрел на нее, и во взгляде его в первый раз мелькнула едва уловимая жалость. Однако это странное чувство не могло длиться долго в том, кому вообще-то говоря, оно было чуждо. На лице его вскоре появилось совершенно другое выражение. Оно преисполнилось иронии и дьявольской злобы, и Мали не могла понять этой перемены. «Так выходит, ты живешь здесь одна?» – спросил он. «И у тебя даже нет подруги». «Как же есть?» – ответила им Мали. «У меня есть друг, и он прекраснее всех здешних цветов. Среди рост, чьи лепестки осыпаются в воду, нет ни одной, что могла бы цветом своим сравниться с его лицом. Друг этот живет под водой, но на щеках у него яркий румянец. Он тоже целует меня, только губы у него очень холодные, а когда я хочу поцеловать его, то он принимается плясать, и красивое лицо его дробится на тысячи лиц, и все они улыбаются мне, как совсем маленькие звезды. Но хоть у друга моего и тысячи лиц, а у меня только одно, меня все же в нем что-то смущает. Встречаемся мы с ним только у речки, когда солнце стоит высоко, и его уже никак не найти, когда стелются тени. Как только я поймаю его, я становлюсь на колени и принимаюсь его целовать, но теперь он так вырос, что подчас мне хочется, чтобы он был меньше. Губы у него сделались такими толстыми, что за каждый его поцелуй приходится целовать их без счета. А кто же все-таки твой друг? — Мужчина это или женщина? — спросил чужестранец. — А что значит эти слова? — в свою очередь спросила Емали. — Я хочу знать, какого пола твой друг. Однако на этот вопрос чужестранец не мог получить ответа, который бы сколько-нибудь его удовлетворил, и только на следующий день, когда он снова посетил остров, он обнаружил, что догадка его подтвердилась, склоняясь над речкой, в которой отражалось ее собственное лицо, и, припадая к воде, девушка радостно ласкала его на разные лады. Чужестранец какое-то время следил за нею, и черты его то и дело меняли свое выражение, по мере того, как проносились мысли, разобраться в которых обыкновенному человеку было бы очень трудно. Ведь за всю жизнь это была первая из намеченных им жертв, при виде которой в нем пробудилось раскаяние. Радость, с которой Емали встретила его, казалось, вновь возвратила все человеческое сердцу, которое давно его отвергло, и на какое-то мгновение он испытал чувства, подобное тому, которое господин его испытывал, покидая райские кущи, жалость к цветам, которые он решил погубить навеки. Он посмотрел, как она порхала перед ним, как протягивала руки, как приветливо блестели ее глаза, и только глубоко вздохнул, услыхав обращенные к нему ласковые слова. Они были исполнены той первозданной свежести, какая могла быть лишь у существа, жизнь которого проходила среди пения птиц и журчания ручейков. При всем своем неведении она не могла не выказать смущения по поводу того, как он вдруг очутился на острове, если нигде не видно никаких признаков лодки. Он уклонился от прямого ответа на ее вопрос и только сказал и моли, «Я прибыл сюда из мира, совершенно не похожего на тот, в котором живешь ты, среди не имеющих души цветов и бездумных птиц. Я прибыл из мира, где все, как и я, умеют и говорить, и думать». От удивления и восторга И моли какое-то время не могла даже вымолвить слово. Наконец она вскричала, «О, как живущие в этом мире должно быть любят друг друга! Ведь я и то люблю моих бедных птичек, мои цветы и деревья, которые дают тень, и ручейки, которые поют мне свои песни». Чужестранец улыбнулся. Во всем этом мире, быть может, нет существа такого красивого и такого невинного, как ты. Это мир страданий, греховный и суетный мир. Ей стоило немалого труда понять значение этих слов, но когда она поняла, она воскликнула, «Ой, если бы только я могла жить в этом мире, я бы сделала там всех счастливыми». «Ты бы не смогла и моли», — сказал чужестранец. «Мир этот так велик, что тебе понадобилась бы целая жизнь, чтобы пройти его от края до края. И за один раз тебе удастся говорить только с очень немногими страдальцами, а горе их подчас так велико, что облегчить его свыше человеческих сил». Услыхав эти слова, и моли залила слезами. «Слабое, но прелестное создание», — сказал чужестранец. «А если бы твои слезы могли исцелить снедающий человека недуг, успокоить метание истерзанного сердца, если бы они могли смыть бледную пену с запекшихся от голода губ, а главное — погасить огонь недозволенной страсти». И моли в ужасе, слушала эти речи, и могла только пролепетать в ответ, что всюду, куда она не пойдет, она принесет с собой людям здоровым цветы и сияние солнца, и усадит их всех под сень своего тамаринда, а что касается недугов и смерти, то она еще издавна привыкла видеть, как цветы, увидая, умирают своей прекрасной естественной смертью. И, может быть, — добавила она, задумавшись, коль скоро, даже когда они увянут, восхитительный запах их остается, то, может быть, и способность думать также сможет жить после того, как истлеет тело, и при мысли об этом сердце наполняется радостью. Она сказала, что ничего не знает о страсти и не может предлагать никаких средств от неведомого ей зла. Ей приходилось видеть, как с наступлением осени вянут цветы, но она никак не может себе представить, зачем этот цветок вдруг стал бы губить себя сам. — А неужели тебе никогда не случалось видеть в лепестках его червяка? — спросил чужестранец, пуская в ход всю присущую развращенности софистику. — Да, случалось, — ответила им Али. Но ведь червяк же не родится в цветке, а собственные листья не могут причинить ему никакого вреда. Между ними завязался спор. Но душе им Али присуща была такая чистота, что как нелюбознательна она была и как невосприимчива ко всему, что он говорил, речи его все равно не могли причинить ей вреда. Ее шутливые и беспорядочные ответы, ее необузданное и причудливое воображение, острота и сила ее, хоть и недостаточно развитого ума и превыше всего ее природное и безошибочное чутье в отношении того, что хорошо и что плохо, все это вместе взятое составляло такую броню, которая смущала и приводила в замешательство искусителя больше, чем если бы ему пришлось столкнуться с целым полчищем казуистов из прославленных в те времена европейских академий. Он был очень силен в ученой логике, но эта логика, логика сердца и природы, была ему недоступна. Говорят, что самый бесстрашный лев склоняется перед целомудрием и девической гордостью. Искуситель помрачнел и собирался уже уйти, как вдруг заметил, что в ясных глазах Эмали проступают слезы. Он понял, что простодушная печаль ее неспроста, и его охватило какое-то зловещее предчувствие. «Ты плачешь, Эмали?» — спросил он. «Да», — ответила девушка. «Я каждый раз плачу, когда вижу, как солнце скрывается в тучах. Так неужели и ты, солнце моего сердца, тоже скроешься во мраке? Неужели ты не взойдешь еще раз? Неужели нет?» И со всей доверчивостью, на которую способно существо, неискушенное жизнью, она припала губами к его руке. «Неужели нет?» «Я уже больше не буду любить ни мои розы, ни моих павлинов, если ты не вернешься. Они ведь не умеют говорить со мной так, как говоришь ты, и я не могу передать им ни одной моей мысли, а от тебя я узнаю столько всего нового. О, как бы я хотела, чтобы у меня было много мыслей о мире, который страдает, о том, из которого ты пришел. И я верю, что ты действительно пришел оттуда, ибо до того, как я тебя увидела, я никогда не испытывала муки, которая не была бы мне и радостью, а теперь все становится для меня мукой. Стоит только мне подумать, что ты не вернешься». «Я вернусь, красавица моя, и моли, — сказал чужестранец. «И когда вернусь, дам тебе заглянуть в уголок того мира, откуда я пришел, и где тебе скоро придется жить самой». «Так значит, я увижу тебя там, — сказал ей, — моли, иначе как же я буду говорить мыслями?» «Ну да, разумеется». «Но почему же ты все повторяешь по два раза? Мне достаточно одного твоего, да?» «Да, увидишь». «Тогда прими от меня эту розу, и будем вместе вдыхать ее аромат, как я всегда говорю другу моему, что глядит на меня из воды, когда наклоняюсь, чтобы его поцеловать. Только тот, мой друг, отнимает у меня розу, прежде чем я успею к ней прикоснуться, а моя остается в воде». «Ты ведь возьмешь эту розу, не правда ли?» — сказала красавица, наклоняясь к нему. «Возьму», — ответил чужестранец, и взял цветок из букета, который держала перед ним Эмали. Это была уже увядшая роза. Он схватил ее и спрятал на груди. «А как же ты без лодки переправишься через это темное море?» — спросила Эмали. «Мы еще увидимся с тобой». «Увидимся в мире страданий», — сказал чужестранец. «Спасибо тебе, спасибо», — повторяла Эмали, видя, как он бесстрашно идет навстречу прибою. «Мы еще увидимся», — донесся его голос из волн. «Покидая остров», — он еще дважды посмотрел на прелестную девушку, которая так привыкла к уединению. Что-то человеческое как будто отозвалось в его сердце, но он сорвал с груди своей увядшую розу, и в ответ на прощальный взмах руки и на ангельскую улыбку Эмали ответил «Мы еще увидимся». Голова шестнадцатая, эпиграф «Больше нет у меня сладостной надежды» Дидоне целых семь дней, утром и вечером, ходила Эмали по пескам своего пустынного острова, но так нигде и не встретила чужестранца. Ее утешало, однако, его обещание, что они встретятся в мире страданий, и она повторяла про себя эти его слова, словно черпая в них отраду и надежду. Тем временем она как-то подготовила себя к вступлению в этот мир и на основании всего, что ей было известно о растениях и животных, составила себе представление о непонятной для нее человеческой доле. Укрывшись в тени, она не спускала глаз с увядающей розой. Алая кровь, что вчера еще текла в ее жилах, стала сегодня пурпуровой, а завтра уже почернеет и начнет высыхать, сказала она. Но роза не страдает, умирает она терпеливо, а вот лютик и тюльпан, что растут с нею рядом, те, как видно, равнодушны к участи подруги, и иначе цветы их не оставались бы такими яркими. Но возможно ли такое в мире, где все умеют думать? Разве я могла бы спокойно взирать на то, как он вянет и умирает? И сама не увянуть, не умереть вместе с ним? Конечно же, нет. Как только этот цветок начнет увядать, я стану росой, которая его освежит. Она попыталась расширить свой кругозор, приглядываясь к царству животных. Птенец Клеста выпал из своего висячего гнезда и разбился насмерть. Заглянув сквозь дырку, которую эта умная птица проделывает в нижней части гнезда, чтобы уберечь птенцов от стервятников, и Мали увидела, как родители прилетели туда. В маленьких клювах у них были светляки. Птенчик лежал перед ними мертвый. Увидав его, и Мали залила слезами. «Ах, вы не умеете плакать!» воскликнула она. «Какое у меня преимущество перед вами! Ваш птенчик, ваше собственное дитя лежит мертвой, а вы еще можете есть! Неужели я могла бы пить кокосовое молоко, если бы ему было уже не дано его вкусить?» Я начинаю понимать то, что он мне говорил. «Думать означает страдать, и мир мыслей должно быть, в то же время и мир терзаний. Но до чего же сладостны эти слезы! Прежде я плакал от счастья, но есть, оказывается, страдание, и оно сладостнее, чем мое счастье. И это новое чувство я ощутила только тогда, когда увидала его. О, как верно! Всем захотелось бы думать, чтобы испытать радость, которую приносят слезы. Но не одно только раздумье занимало все это время и Мали. В сердце ее закралась новая тревога. И в промежутках между размышлениями и слезами она приняла с жадностью собирать самые яркие, разрисованные, прихотливыми узорами раковины, и украшать ими руки и волосы. Каждый день меняла она свое сплетенное из цветов одеяние. Ей не проходило и часу, как ей уже начинало казаться, что цветы эти вянут. Потом она наполняла самые крупные раковины самой свежей водой, а скорлупы кокосовых орехов сладчайшими смоквами пересыпала их розами и искусно расставляла на каменной скамье разрушенной пагодой. Время, однако, шло, а чужестранец не появлялся. И Мали, увидев на следующий день, что никто не прикоснулся к приготовленным ею яствам, и что все уже увяло, плакала. Однако тут же смахивала слезы и спешила заменить сморщенные плоды свежими. Именно этим была она занята утром на восьмой день, когда вдруг увидела чужестранца. Он шел к ней. Необузданная и простодушная радость, с которой она кинулась к нему, возбудила в нем на миг что-то вроде мрачного раскаяния, которое он старался всегда заглушить. И чуткая и Мали ощутила это в его замедленных шагах и отведенном в сторону взгляде. Она стояла, дрожа, охваченная робостью, которая делала ее еще прелестнее, словно умоляя простить ее за то, что она нечаянно обидела его. И застыв на месте, всем видом своим как будто и спрашивала у него позволение подойти ближе. Глаза ее были полны слез, которые хлынули бы из них, стоило ему сделать и еще хоть одно суровое движение. Вид ее пробудил в нем заглохшую волю. Она должна научиться страдать, и тогда она сможет стать моей ученицей, подумал он. Ты плачешь и моли, сказал он, подходя к ней ближе. Да, ответила девушка, улыбаясь сквозь слезы своей светлой утренней улыбкой. Ты должен научить меня страдать, и тогда я скоро буду годна для твоего мира, а то ведь мне бывает легче на душе тогда, когда я плачу по тебе, чем тогда, когда я улыбаюсь всем этим розам вокруг. И моли, сказал чужестранец, подавляя в себе чувство нежности, которое помимо его воли смягчало его очерствевшее сердце. И моли, я пришел, чтобы приоткрыть тебе краешек того мира, в котором тебе так хочется жить, и в котором ты скоро должна будешь поселиться. Подымись на этот холм, туда, где теснятся пальмы, и тебе откроется уголок этого мира. Но мне хочется увидеть его весь и сразу, вскричала девушка с той страстностью, которая присуща ненасытному и необузданному уму, убежденному, что он может поглотить все на свете и все переварить и понять. Весь и сразу, повторил ее собеседник, который улыбался, глядя, как она носится вокруг, задыхаясь от волнения, и как все больше разгорается неведомое ей до то ли чувство. Мне думается, того, что ты увидишь сегодня вечером, будет больше, чем достаточно, чтобы удовлетворить твое ненасытное любопытство. Он вынул из кармана подзорную трубу и попросил им Али приставить ее к глазам. Едва только девушка заглянула в трубу, как из уст ее вырвалось радостное восклицание. Что же это? Я теперь там или они тут? И в невыразимом восторге она приникла к земле. Она тут же вскочила и, порывисто схватив трубу, направила ее куда-то в сторону и, увидав там одно только море, с грустью воскликнула «Пропал?» Он пропал. Весь этот мир ожил и умер за один миг. Так умирает все, что я не полюблю. Самые милые моему сердцу розы вянут гораздо раньше тех, на которые я не обращаю внимания. С того дня, когда я в первый раз тебя увидала, месяц всходил уже семь раз, и тебя не было, а этот чудесный мир жил всего лишь один миг. Чужестранец снова направил подзорную трубу к берегу Индии, до которого было не так далеко, и Мали снова в восторге вскричала. Он снова здесь, и теперь он еще красивее, чем был. Все существа там живут, все думают, у них даже какая-то думающая походка. Нет там ни бессловесных рыб, ни бесчувственных деревьев, всюду удивительные скалы, на которые они взирают с гордостью, словно сделали их собственными руками, чудесные скалы. Как мне нравится, что вы такие прямые со всех сторон. Как хороши эти завитые, похожие на цветы, узелки на ваших раскрашенных вершинах. О, только бы вокруг вас росли цветы и порхали птицы! Я бы тогда предпочла вас даже другим, тему подножия которых я смотрю на заходящее солнце. О, какой же это должен быть мир, где все не так, как в природе, и однако прекрасно! И все это должно быть творение мыслей, но только какое там все маленькое! Мысль должна бы сделать все это не таким, а крупнее! Мысль должна бы стать Богом! Но только, добавила она, словно спохватившись и в рубости своей начинаю уже корить себя за сказанное, может быть, я не права? Порой мне казалось, что я могу положить руку на крону пальмы, но потом, много времени спустя, я подошла к ней совсем близко и увидела, что не смогу дотянуться даже до самого нижнего ее листа, будь я даже в десять раз выше, чем сейчас. Может быть, твой чудесный мир тоже станет выше, когда я подойду к нему совсем близко. Погоди, имали, сказал чужестранец, беря у нее из рук подзорную трубу, чтобы насладиться этой картиной, ты должна понять, что же это такое. «О да!» вскричала имали покорно, но с какой-то тревогой, ведь весь привычный ей мир чувств разом померк, и воображение ее старалось представить тот новый, сотворенный разумом мир. «Да!» «Дай мне подумать!» «Имали!» «Скажи, исповедуешь ты какую-нибудь религию?» спросил чужестранец, и его бледное лицо сделалось еще бледнее от невыразимого страдания. «Имали!» очень восприимчивая и чуткая к чужому страданию, отбежала в сторону, и, вернувшись минуту спустя с листом баньяна, вытерла им капли пота на его бледном лбу. Потом она уселась у его ног и, глубоко задумавшись и напрягая все свое внимание, повторяла «религия!» Что же это такое? Еще одна мысль — это сознание, что есть существо, которое выше всех миров и их обитателей, ибо оно творец их всех и будет им всем судьей. Существо, видеть которое мы не можем, но в чье присутствие, хоть и незримое, ибо никто нигде его не видел, и в чье могущество мы должны верить. Существо это всегда действует, хоть и никогда не пребывает в движении, все слышит, хоть самого его никто никогда не слыхал. Погоди! В смятении прервала его и мали. Тут так много мыслей, что они могут убить меня. Дай мне передохнуть. Мне довелось видеть, как ливень, сошедший с неба, чтобы освежить розовый куст, вместо этого пригибал его к земле. Напряженно, словно стараясь припомнить нечто значительное, она добавила, «Голоса моих снов говорили мне о чем-то таком еще до моего рождения, но это было так давно». Иногда мне приходили мысли, похожие на этот голос. Мне думалось, что я слишком сильно люблю все то, что меня окружает здесь, и что мне следовало бы любить то, до чего мне не дотянуться. Цветы, что никогда не увянут, и солнце, что никогда не заходит. С такими мыслями я могла бы вспорхнуть, как птица, но никто никогда не показал мне этого пути ввысь. И девушка восхищенно воздела к небу глаза, в которых поблескивали слезы, вызванные картинами, что представились вдруг ее разгоряченному воображению, а вслед затем обратила к чужестранцу свою немую мольбу. «Надо», продолжал он, «не только вызывать в себе мысли об этом существе, но и выражать эти мысли своими поступками. Обитатели того мира, который тебе предстоит увидеть, называют это поклонением, и они усвоили тут сатанинская улыбка заиграла у него на губах, весьма непохожие друг на друга способы этого поклонения, настолько непохожие, что, по сути дела, все они сходятся только в одном, в том, что они превращают религию свою в сплошную муку. Есть, например, религия, заставляющая людей мучить самих себя, и религия, заставляющая мучить других. Мне, правда, удалось заметить, что, хотя все они держатся одного мнения касательно этого важного обстоятельства, способы, которыми они этого достигают, к несчастью, настолько различны, что несогласие их вызывает большие раздоры в мире, который мыслит. В мире, который мыслит, повторила и Мали, не может этого быть. Не могут ведь они не знать, что нельзя по-разному понимать того, кто един. Ну, а ты разве ничем не можешь выразить свое отношение к этому существу? Как бы ты, например, стала ему поклоняться, спросил чужестранец? Я улыбаюсь, когда солнце встает во всей своей красе и плачу, когда вечерняя звезда восходит в небе, ответила им Мали. Как же это так? Ты вот возмущаешься тем, что одному божеству люди поклоняются на разные лады, а сама обращаешься к своему то с улыбкой, то со слезами? Да, и так, и так, потому что и улыбка, и слезы выражают мою радость, сказала простодушная девушка. Солнце ведь счастливее, и тогда, когда оно улыбается сквозь тучи, и тогда, когда оно пламенеет над ними в рассвете своей удивительной красоты, и улыбаюсь я или плачу, я счастлива. Те, кого тебе предстоит увидеть, сказал чужестранец, протягивая ей подзорную трубу, столь же не похожи один на другого в том, как они поклоняются своему божеству, как улыбки не похожи на слезы, но в отличие от тебя они не умеют быть одинаково счастливы и в том, и в другом. Имали заглянула в подзорную трубу, и то, что она увидела там, привело ее в восторг, и она даже закричала от радости. «Что ты там видишь?» спросил чужестранец. Имали пыталась описать представшие ее взору чудеса, но ей трудно было подыскать для всего слова, и рассказ этот, может быть, станет понятнее, если обратиться к пояснениям чужестранца. «Перед тобою берег Индии», сказал он. «Огромное здание, на которое ты прежде всего обратила внимание, это черная пагода Джагернаута, рядом с ней турецкая мечеть. Ты можешь отличить ее по изображению, имеющему форму полумесяца. Желание того, кто правит этим миром, это чтобы все люди, поклоняясь ему, чтили эту эмблему. «Неподалеку от мечети ты видишь низенькое здание, крыша которого украшена трезубцем. Это храм Махадевы, одной из самых древних богинь этой страны». «Вид этих зданий ничего для меня не значит», сказала им Мали. «Покажи мне лучше людей, которые в них живут. Дома эти далеко не так красивы, как прибрежные скалы, увитые водорослями, поросшие мхом и укрытые тенью далеких кокосовых пальм». «Но по виду этих зданий», сказал искуситель, «можно судить о том, каково направление мыслей тех, кто их посещает. если ты хочешь заглянуть в их мысли, ты должна присмотреться к поступкам, которыми они их выражают. Обычно в общении друг с другом люди прибегают к обману, но общаясь со своими богами, они довольно искренни, у них есть определенные представления о нравах этих богов, и они им неукоснительно следуют. Если божество их грозно, они поклоняются ему в страхе, если жестоко, они заставляют себя страдать, если мрачно, образ его тогда запечатлевается на лице того, кто это божество чтит. Смотри и суди сама. И Мали взглянула и увидала просторы песчаной равнины. Вдали чернела пагода Джагернаута, вся долина была усеяна мертвыми костями. Тысячи их, совсем побелевших от зноя и от сухого воздуха пустыни, валялись вокруг. Тысячи полуживых людей, изможденных тем же зноем, влочили свои почерневшие от солнца тела сквозь пески, чтобы испустить дух хотя бы в тени далекого храма, не надеясь даже проникнуть внутрь. Многие истощившихся туда людей падали и умирали, так и не добравшись до храма. Было много и таких, в ком еще теплилась жизнь, но им приходилось напрягать последние силы, чтобы взмахами слабеющих уже рук отпугивать ястребов, которые падали камнем с высоты, кружились потом совсем низко, впивались в остатке мяса на костях своей жертвы, издававшей дикие крики и оглашали воздух другими криками, в которых выражали свое огорчение по поводу того, что добыча на этот раз оказалась скудной и невкусной. Многие в своем ложном и фанатическом рвении старались усугубить свои страдания тем, что начинали ползти по пескам на четвереньках, но рукам их с вросшими ногтями и коленем истертым до самых костей было трудно пробиться вперед по зыбучим пескам сквозь все эти скелеты и скопищи живых тел, которым тоже скоро предстояло превратиться в скелеты и слетавшихся ястребов, которые их клевали. И Мали старалась не дышать. Казалось, что ей бьет в нос отвратительный запах этих разлагающихся тел, которые, как говорят, распространяют заразу по всему побережью, где стоит храм Джаггернаута. Вслед за этой страшной картиной глазам ее предстало пышное шествие, великолепие которого составляло ужасающий контраст с только что виденным ею омерзительным и гибельным оскудением жизни, как плотской, так и духовной. Сверкая и колыхаясь, оно поражало пышностью и блеском. На огромное сооружение, напоминавшее собою не столько триумфальную колесницу, сколько дворец на колесах, было поставлено изваяние Джаггернаута. Эту махину волокли сотни людей, и в их числе священнослужителей, жертвы, бромины, факиры и многие другие. Несмотря на огромную силу, которую они составляли все вместе, толчки были до того неравномерны, что вся эта громадина качалась и кренилась то в одну, то в другую сторону, и это удивительное сочетание неустойчивости и великолепия, ущербной шаткости и устрашающего величия давало верное представление о фальше всего этого показного блеска и о внутренней пустоте религии, основой которой было идолопоклонство. По мере того, как процессия продвигалась, ослепительно сверкая среди окружающего ее убожества и торжествуя среди смерти, толпы людей время от времени кидались вперед, чтобы лечь под огромные колеса, которые за одно мгновение дробили их на мелкие куски и катились дальше, другие совершали над собою краеобрезания ланцетами и ножами, и, не считая себя достойными погибнуть под колесницей, которая везла их идола, старались умилостивить его, обогряя следы колес собственной кровью. Родные друзья их испускали крики радости, видя, что колесница и весь ее путь залиты кровью, и надеялись, что это добровольное самопожертвование их близких окажется выгодным и для них самих с не меньшим рвением и, может быть, с не меньшим основанием, чем католические монахи ожидают для себя благо от самоистязания святого Бруно, от ослепления святой Люции, от мученичества святой Урсулы и вместе с нею одиннадцати тысяч девственниц, которые по истолковании оказываются одной единственной женщиной Унденцемилой, чье имя католические предания превратили в Унденцем Милле одиннадцать тысяч. Процессия продвигалась вперед, являя собой смешение обрядов, характерное для идолопоклонства во всех странах. Тут были рядом и блеск, и ужас. Взывая к чувствам человека, она в то же время попирала все человеческое, смешивала цветы с кровью, бросала под колесницу с идолом то гирлянды цветов, то плачущего ребенка. Вот что предстало настороженному взору и моли, которой нелегко было поверить тому, что она видит. Она взирала на все это великолепие и на весь этот ужас, на радость и на страдание, на смятые цветы и на искореченные тела, на роскошь, которой, чтобы восторжествовать, нужны были чьи-то муки. Она ощущала благоухание цветов и испарение крови, которые торжествующе вдыхал воплотившийся в образе человека злой дух, чей путь лежал через поверженную вопрах природу и совращенные сердца. С содроганием и с любопытством смотрела на все это мали. Разглядывая шествие в подзорную трубу, она увидела, что в этом медленно движущемся храме впереди сидит мальчик, который воздает отвратительному идолу хвалу всеми непристойными телодвижениями почитателей фалоса. девушка была настолько чиста, что никогда бы не догадалась об истинном значении всего этого непотребства. Целомудрие защищало ее надежным щитом. Напрасно были все усилия искусителя, который засыпал ее различными вопросами, намеками и настойчивыми предложениями объяснить на примерах то, что она не могла понять. Он увидел, что она к этому совершенно равнодушна, и все эти вещи не вызывают в ней ни малейшего любопытства. Он в это время скрежетал зубами и кусал себе губы. Но когда она увидела, как матери бросают своих маленьких детей под колеса роскошной колесницей, и тотчас же обращают взоры на дикие и бесстыдные пляски армей, причем при открытой рты их, и то и дело смыкающиеся руки свидетельствуют о том, что они хлопают в ладоши в такт серебряным бубенцам, звенящим на тонких лодыжках танцовщиц, меж тем, как дети их корчатся в предсмертных муках, и Мали ужаснулась. Подзорная труба выпала из ее рук. «Мир, который думает, не умеет чувствовать», скричала она. «Ни разу не видела я, чтобы розовый куст способен был погубить свой же бутон». «Посмотри еще раз», сказал ей искуситель, «на это четырехугольное каменное здание, возле которого собралось несколько человек, отставших от толпы. Оно венчано трезубцем. Это храм Махадевы, богини, которая не так сильна и не так широко известна, как этот великий идол Джаггернаут. Посмотри, как к ней льнут ее поклонницы». И Малиб посмотрела в трубу и увидала женщин, которые несли богине цветы, плоды и благовония. Молодые девушки шли с клетками в руках и, дойдя до храма, выпускали на волю птиц. Другие, принеся обеты во спасение тех, кто был далеко, пускали по ближайшей речке яркие бумажные кораблики, внутри которых горел воск, наказывая им не тонуть до тех пор, пока они не доплывут до того, кому они посланы. И Мали радостно улыбнулась. Ей нравились обряды этой религии, отмеченные изяществом и не причиняющие никому вреда. «Эта религия не требует ничьих страданий», сказала она. «Смотри же», сказал чужестранец. Она заглянула в трубу и увидела, как те женщины, что только что выпускали из клеток птиц, вешают на ветке деревьев, укрывающих тенью храм Махадевы, корзиночки со своими новорожденными младенцами, которых они оставляют там на голодную смерть или на съедение птицам, в то время как матери их будут плясать и петь во славу богини. Другие с превеликой нежностью и почтением привозили своих престарелых родителей на берег реки, где со всем вниманием, сыновней и дочерней заботой помогали им совершить омовение, после чего оставляли всех стариков и старух в воде на съедение аллигаторам, которые не заставляли свои несчастные жертвы особенно долго томиться в ожидании этой ужасной смерти. Иные сыновья и дочери оставляли в зарослях возле реки, обрекая на ужасную и неминуемую гибель, ибо в зарослях этих водились тигры. Черев начисто заглушал слабые крики их беспомощных жертв. Увидав эту картину, им Али упала на землю, закрыла глаза руками и не сказала ни слова, сраженное ужасом и тоской. А ну, посмотри еще, сказал искуситель. Не все религии требуют столько крови. И Мали посмотрела еще раз вдаль, и глазам ее предстала турецкая мечеть во всем блеске, который сопутствовал первым шагам распространения религии Магомета среди населения Индии. Лучи солнца освещали ее золоченые купола, резные минореты и украшенные полумесяцем шпили, все замысловатые выдумки, которыми отмечены лучшие творения восточной архитектуры, где легкость сочетается с пышностью, великолепие, с устремленностью ввысь. Услышав призыв Муэдзина, к мечети потянулись люди. Все это были рослые турки. Вокруг здания ни деревца, ни кустика. Тут нигде нельзя было заметить мягких переходных оттенков и той игры света и тени, которые словно объединяют творение Бога и создание человеческих рук, призванное его возвеличить, при которых простодушная прелесть природы и изощренные выдумки искусства славят вместе творца того и другого. Мечеть эта возвышалась как некая твердыня, ни от кого независимая, воплотившая в себе усилия могучих рук и гордых умов, подобных тем поклонникам этой святыни, которые приближались к ней сейчас. Их тонко очерченные и глубокомысленные лица и высокий рост резко выделялись среди бездумных лиц, согбенных фигур и грязной ноготы нескольких несчастных индусов, которые, сидя в своих лачугах, ели рис, в то время, как эти рослые турки шли мимо них в мечеть на молитву. И моли глядела на них с благоговением и радостью, и уже начала было думать, что есть что-то хорошее в этой религии, если ее исповедуют люди такого благородного вида. Но перед тем, как войти в мечеть, люди эти отпихнули и оплевали безобидных и забитых индусов, они ударяли их ножнами сабли и, называя их собаками идолопоклонниками, проклинали их именем Бога и пророка его. Хоть и Малия не поняла ни слова из их речей, она возмутилась и спросила, почему они себя так ведут. «Их религия», ответил чужестранец, «повелевает им ненавидеть всех тех, кто не поклоняется Богу так, как они». «Горе им», воскликнула и Мали в слезах, «не есть ли та ненависть, которой они учат, самое убедительное доказательство того, что это наихудшее из всех религий, но почему же продолжала она и на лице ее, зардевшемся от недавних страхов, засияло теперь простодушное удивление, почему же я не вижу среди них ни одного из этих милых существ, которые одеваются иначе и которых ты называешь словом женщины, почему эти существа не поклоняются Богу вместе с ними, или у них есть своя собственная религия, и она мягше этой? Эта религия, ответил чужестранец, не особенно благоволит к тем существам, из которых ты самая прелестная. Она учит, что у человека должны быть другие подруги в мире душ. Да, она даже и не говорит, попадут ли вообще женщины когда-нибудь в этот мир. Вот почему ты можешь увидеть здесь, как иные из этих изгнанниц бродят среди камней, указующих место, где погребены их близкие, и молятся за усопших, свидеться с которыми у них нет надежды. Иные же старые и убогие сидят у дверей мечети и читают отдельные места, излежащие у них на коленях книги, они называют ее Кораном. И, не надеясь пробудить во людях благочестивые мысли, думают лишь о том, чтобы вымолить у них подаяния. Напрасно старалась им Али вникнуть в сущность всех этих систем, надеясь найти в них спасительную надежду, которой жаждали ее чистая душа и пылкое воображение. Слова чужестранца пробудили в ней невыразимую неприязнь к религии вообще, исполненной теперь в ее глазах ужасов, жестокости и пролития крови, попирающей все законы природы и разрывающей все нити, связующие человеческие сердца. Упав на землю, она вскричала, «Если Бог такой, как у них, то вообще нет никакого Бога», потом вскочив, словно для того, чтобы взглянуть на все в последний раз и окончательно убедиться, что все виденное ею только иллюзия, она вдруг увидела среди пальм незаметное строение, увенчанное крестом. Пораженное его скромным и простым видом, а также немногочисленностью и миролюбием людей, которые шли туда, она закричала, что это, верно, какая-нибудь новая религия и принялась настойчиво выпытывать, как она называется и каковы ее обряды. Чужестранцу от ее открытия стало как-то не по себе и видно было, что ему вовсе не хочется отвечать на те вопросы, которые у нее возникли. Однако вопросы эти были так неотвязны и так вкратчиво нежны, и его прелестная собеседница так незаметно перешла от овладевшей ею глубокой грусти к совсем еще детскому, но уже разумному любопытству, что ей никак не мог противиться человек или тот, кто являл собой некое подобие человека. В ее горевшем лице, когда она повернулась к нему, были и нетерпения, и мольба только что успокоенного ребенка сквозь слезы нас дарящего улыбкой. Может быть, на этого пророка, несущего в мир проклятие, могла повлиять и какая-либо другая причина, но вместо кощунственных слов из уст его вдруг вырвалось благословение, однако мы не смеем в это вникать. Да, впрочем, ведь все равно нам ничего нельзя будет узнать до конца, пока не наступит день, когда откроются все тайны. Как бы то ни было, он почувствовал себя обязанным сказать ей, что это новая религия, религия, исповедующая Христа, и что она видела ее обряды и людей, поклонявшихся ей. Но что же это за обряды, спросила им Али, что они тоже убивают своих детей или родителей, чтобы доказать свою любовь к Богу, что они тоже подвешивают их в корзинах, обрекая на голодную смерть, или оставляют их на берегу реки, чтобы их пожирали отвратительные свирепые звери? Религия, которую они исповедуют, все это запрещает. С видимой неохотой сказал чужестранец, она требует, чтобы они чтили своих родителей и любили своих детей. Но почему же они не отгоняют от входа в свой храм тех, кто думает иначе, чем они? Потому что их религия учит их быть мягкими, доброжелательными, терпимыми, не отталкивать и не презирать тех, на кого еще не снизошел ее чистейший свет. А почему же они не окружают поклонение Богу роскошью и великолепием? Почему в нем нет ничего величественного того, что могло бы привлечь людей? Потому что они знают, что Богу угодно только поклонение людей с чистым сердцем и ничем не запятнанными руками. И хотя религия их никогда не оставляет без надежды раскаявшегося преступника, она не обольщает этой надеждой тех, кто хочет подменить истинное влечение сердца показным благочестием или предпочесть искусственную религию со всей сопутствующей ей пышностью искренней любви к Богу, перед чьим троном, в то время как вокруг низвергаются в прах гордые твердыни, воздвигнутых в его честь храмов, сердце человеческое по-прежнему пылает неугасимой и всегда угодной ему жертвой. Пока он говорил, быть может побуждаемой высшей силой, и молись склонила свое пылавшее лицо долу, а потом, подняв его, похожее на только что явившегося в мир ангела, воскликнула «Богом моим будет Христос, а я буду христианкой». И она снова склонила голову в глубоком благоговении, означавшем, что и телом, и душой она изъявляет свою покорность новому Богу и, простояло, не шевельнувшись, углубившись в молитвенное раздумье так долго, что не заметила даже, как собеседник ее исчез. От боли застонав, он улетел, а с ним и ночи тени.